Всем здравствуйте! Меня зовут Ирина Найден, я являюсь мастером Шаронской Розы. Очень рада, что у нас получился с вами такой вебинар и что вы все здесь сегодня собрались. Реально очень счастлива. Я знаю, что мы сегодня проведем такой совместный вебинар и очень-очень рада всех вас видеть. Ну и, наверное, мы начнем. А начнем мы... Самал что-то руку поднял. А вот Самал руку поднял. Может, что-то хочет сказать? Кажется, случайно. А, все случайно. Наверное, мы уже начнем с вами. И попросим Султана нам рассказать о бизнесе Ордоме. А здесь Султан есть? Здравствуйте! Огромный привет с Солнечного Казахстана! Всех приветствую коллег, партнеров. Огромный привет партнерам с Отца и Балхай. Так, давайте я сейчас эту демонстрацию экрана включу. А, к сожалению, знаете, камеру не смогу включить. Просто у меня операцию делали, этот по пересадку носа. У меня раньше три ноздри было. Немножко компенсировало. Сейчас этот... Но, когда будет время, обязательно включу. Ну, зато вместо этого я сейчас приготовил такую презентацию. Так, урок номер один, да, самый распространенный. Я не буду говорить про маркетинг план, углубляться, потому что это уже более профессионально. Я расскажу про суть этого бизнеса на простых словах. То есть, самые распространенные четыре вопроса, которые я всегда встречал, это что такое Atomy, чем отличается от традиционного бизнеса. Как система Atomy работает, но из работы с возражением многие думают, что это пирамида, очередной лохотрон и так далее. Смотрите, Atomy это простой обычный интернет-магазин, где любой человек, желающий, если хочет начать бизнес, достаточно иметь ноутбук, либо смартфон, ручку-тетрадь и огромное желание. Здесь, смотрите, вот завод Comr, она спонсируется 25 процентов, если я не ошибаюсь, государства Кореи. То есть, при государстве. На этом заводе производятся все вот эти мировые бренды. То, что мы вот видим, да, Bobby Brown, тот же даже M-Way, Lancome, Unisfree, Chanel и так далее. То есть, все производится на заводе Comr в Корее. Мы как раз вот в 2018 году были в Корее, и как раз экскурсию нас было. Мы вот засняли, можете тоже отрывок посмотреть видео. В Корее. Да. Ну, в принципе, понятно, да? Получается, на этом заводе производится и выпускается по двум, как вам сказать, стиль традиционный, то есть это по двум направлениям, традиционный бизнес и MLM. Давайте вот сравним как раз, чем отличается традиционный бизнес от MLM, то есть от Атоми, да? Самый известный бренд Lancome, он выбрал традиционный бизнес от Атоми, сетевой MLM, то есть в простом народе это сетевой, да? Вот давайте с первого разберем традиционный бизнес. Мы вот аналогичный крем нашли, питательный крем, она стоит 24 тысячи синге. Тот же похожий аналог у нас стоит 8500, но натуральных ингредиентов больше в Атоме. Также они получили вот сертификат от Dermatest 5 звезд. Традиционный бизнес, есть дистрибьюторы, то есть оптовики, которые напрямую покупают с завода Колмор, ну, скажем, за 12 тысяч тенге, да, за полцены. А для жителей из других стран, чтобы было понятно, да, 24 тысячи тенге это 60 долларов, 8500 это у нас 20 долларов. Ну, разница в три раза дешевле, получается, и натуральных ингредиентов больше. Ну, давайте продолжим, да, допустим, оптовик, он добавил свои 2000, далее идет уже маркетинговый план, то есть реклама, нанимают звезд, билборды, телевизии и так далее. Это очень большой расход, ну, где-то мы сняли еще где-то 5000. На этом еще не заканчивается, далее у нас идет прозрачная торговля, то есть магазины, торговый центр, будяки и так далее. У них свои расходы, это аренда, налоги, зарплата сотрудников и так далее. Учитывая всего это, они добавляют свою наценку, скажем, счет 5000, и после вот этих вот цепочков посредников, наконец-то доходят руки потребителя за 24 тысяч тенге. То есть потребитель покупает крем за 24, думая, что производится в Париже, на самом деле в Корее, на заводе Колумер, там же, где Атоми. Это вот обычный, традиционный бизнес. А теперь Атоми, да, у нас есть дистрибьюторы, есть потребители. Но самое интересное, цена для дистрибьютора 8500 и для потребителя, то есть для дистрибьютора и для потребителя также 8500 тенге. Если в традиционном бизнесе цена для дистрибьютора 12 тысяч тенге, то для потребителя 24 тысяч тенге. Как вы думаете, почему такая большая разница? Можете в чат написать, можете подключиться. Но так как мы здесь в Атоме работаем, уже всем, наверное, ясно, то есть наши потребители и дистрибьюторы напрямую заказывают с завода Колумер посредством интернет-платформы Атоми. Плюс к этому не переплачивают за дистрибьюторство, за рекламу бренд и за розничную торговлю. И плюс к этому еще получают пиви-баллы, которые в дальнейшем конвертируются в рубль. Ну, в тенге, в какой стране живет. Традиционный бизнес, кто хочет начать открыть интернет-магазин, либо вообще в целом начать традиционный бизнес, давайте разберем. Чтобы стать дистрибьютором традиционного бизнеса, он должен оптом закупаться как минимум 10 тысяч товаров. То есть это уже риск, соответственно, должен быть налажена система сбыта. То есть это уже риск. Должен быть маркетинг-план, розничная торговля. Есть еще более упрощенный вариант распространенный. Это брать в аренду бутик, покупать продукцию уже не за 12, а за 19 тысяч, и продавать за 24. Также этот расход, риск, должен быть и маркетинг-план, закуп, вложение и так далее. В Атоме что происходит? В первую очередь дистрибьютор, он в качестве покупателя начинает, в первую очередь дистрибьютор покупает продукцию для себя. Тем самым без расхода, а где нет расхода, нет, соответственно, и риска. Ну, в плане финансово, если посмотреть, да. Получается, этот бизнес идет на рекомендациях. Но мы рекомендацией занимаемся каждый день, мы просто этого не замечаем. Пошли в хороший ресторан, покушал с друзьями, да, в следующий день я могу пригласить коллег. Но за то, что я пригласил, хозяин заведения мне не даст проценты. Вот суть в этом получается. У нас есть два отдела продаж, почему это сделано, вот бинар, да, это более уже углубленное обучение, это уже маркетинг-план. Я так пройдусь с первого. Цены и условия всех одинаковы. Если у вас есть знакомые, либо партнеры с Кыргызстана, вы можете их зарегистрировать с Кыргызстана, с Узбекистана, вот при регистрации начался с Украины, с Китая и так далее. То есть, если вдруг, допустим, в вашей структуре кто-то решил работать или хочет стать дистрибьютором, он также, у него есть два отдела продаж, это левое и правое. И вот так вот постепенно, с нуля, без риска, без вложения, вы развиваете, строите свою структуру. Таким вот образом. Насчет продукции, да. Насчет продукции я не буду хвалить часами, я просто пройдусь по факту, да, что у нас есть, имеется, да. Это сертификаты. Первое, это GMP стандарт. Что такое GMP стандарт, вы можете прогуглить, посмотреть, почитать, чтобы получить реально этот GMP стандарт. Международный, самый высший инстанция, проверять. Чтобы получить этот GMP стандарт, компания должна строить завод под... Как я скажу здесь? Холоди-то, надо. Под этот GMP стандарт. У них там должен быть... Они работают. Да, они работают, заходят в скафандры. То есть, у них там есть комната антибактериальная, они проходят и все. Но, почитайте, очень интересно. Насчет косметики. Дерматест в Германии, вот пять звезд, которые они получили. Далее, насчет... Так, у нас все зависело сейчас. Насчет продукции. Есть HCP. То же самое высшее инстанция. Она сосредоточена, прежде всего, на контроле безопасности, а не на качестве продукции. То есть, наша продукция, она стопроцентно безопасна. Далее, у нас сертификат государственного органа по контролю за продукцию Южной Кореи. Лохос, экологический дружелюб. То есть, то же самое зубные щетки, вот эти рукоятки, они биоразлагаемые. Ну и, естественно, очень сильно, как бы, у нас пользуется, интересно, это Средняя Азия, это сертификат халала. Сразу предупреждаю, что сертификат халала не у всех товаров имеется. Это вот Кимаким, зубные пасты. Что еще? Там надо посмотреть. Во многих интернет-площадках я смотрел, что это уже, наверное, дезинформация или немножко преувеличивает то, что Samsung является гарантом качества Кимаким. Сразу вас предупреждаю, что это не так, это Samsung, это в Корее страховая компания есть. В случае, если человек, не дай бог, после потребления Кимакима что-то произойдет, то страховая компания готова полностью выплатить компенсацию. То есть, это действует только в Южной Корее. Далее, смотрите, когда мы заходим в раздел магазин, у нас вот красный шрифтинг, это вот цена в рублях, и синим шрифтинг баллы. Вот как раз такие вот эти баллы нам нужны, чтобы мы начали зарабатывать. Как зачисляется этот балл, как система Атоми работает? То есть, допустим, в вашей структуре кто-то зашел, решил купить четырехступенчатый набор, не знаю, даже с других стран, с другого города, да? Он вас не беспокоит, он заходит в свой личный кабинет, делает покупку, получает за эти баллы, плюс вот эти 12 тысяч баллов поступает всем поровну, кто находится в одной линии, в том числе и вам. То же самое, независимо, какая сумма баллов, да? То есть, даже вот в левые 285 тысяч пивей, она поступает всем, кто в одной линии, в том числе и вам. И таким образом мы получаем свои проценты. Ну, естественно, это, я считаю, что это нормальная реакция, когда ты рассказываешь про бизнес сетевой, потому что я сам через это проходил, я всегда думал, что это какая-то пирамида и так далее. Ниже стоящие люди работают, баллы куда-то идут вверх, получается, вышестоящие люди, они больше зарабатывают и так далее, да? Чтобы такого не было, компания Атоми решила этот вопрос простым путем, установив ограничения по выплате 50 тысяч долларов в месяц. Это от спонсорских вознаграждений, то есть 44%, имейте в виду, 50 тысяч долларов. То есть, в Корее посчитали, что для богатой жизни достаточно, ну, в любых странах, в Америке, где, в Швеции, да, самая дорогая страна у нас, в Швейцарии, достаточно зарабатывать и иметь доход 50 тысяч долларов. То есть, очень много, когда я был в Корее, очень много людей, дистрибьюторов, которые зарабатывают свыше 50 тысяч долларов. То есть, вот эти, вот эта сумма, она поднимается, и здесь срабатывает ограничитель. Дистрибьютор получает свои 50 тысяч долларов, остальные 100 тысяч долларов, как вы думаете, куда распределяется? Ниже стоящим, вот, за счет грамотного распределения баллов у нас есть возможность с нуля до середины дойти легко. За счет этого у нас, вот смотрите, так же, то же самое, в правой ветке кто-то купил химаким, эти баллы зачителяются всем, кто стоит в одной линии, по-стоящим. Так, смотрите, как и у других компаний, так же у нас есть карьерная лестница. Я немножко так, знаете, по-другому преподношу. То есть, первый, это менеджер по продажам. Средний доход от 100 до 1000 долларов. То есть, я здесь беру срок с запасом от одного до двух лет, да? Есть люди, которые выходят на такой доход уже за несколько месяцев, за месяц даже ставили у нас рекорды, да? Второй у нас этап, это вот наставник, то есть, куратор. Средний доход от 1000 до 5000 долларов. Срок до пяти лет. Далее, руководитель. Средний доход от 5 до 25 тысяч долларов. И последний, это личный бренд, когда вас уже узнают, с вами хотят сами, с вами хотят работать. То есть, уже идет ассоциация Атоми, значит, это Юрий Цой. Атоми, это значит, Мика, Владимир. Атоми, это Султан и так далее. То есть, когда уже ваше имя работает на вас. Еще раз повторяюсь, да, Атоми, это безусложение, это обычный интернет-магазин. Вы, в первую очередь, начинаете с менеджера по продажам. То есть, вы консультируете, вы продаете, вы покупаете, вы пробуете. Но когда с вашей структуры люди начнут задавать вопрос, вот, допустим, Мадина, как здесь можно заработать? Это первый сигнал тому, что нам надо уже выходить на второй уровень, то есть, становиться наставником. Наша задача – это построить сеть дистрибьюторов. Если вы хотите здесь выйти на большой доход, наша задача – построить сеть дистрибьюторов. А это как делается? Это по системе обучения и дубликации. То есть, один активный человек – это равносильно тому, что у вас есть один интернет-магазин, который работает автономно, собирает заявки, объясняет и так далее. Ну, руководитель – это уже понятно, личный бренд – я уже рассказывал. Количество в 2019 году. Количество участников было 6 миллионов. В 2020 году количество участников стало 21 миллионов. То есть, здесь можно понять, что сила геометрической прогрессии. Ну, это вот страны, где официально открыты, но еще добавить – Казахстан, Кыргызстан, страны СНГ. Также есть Атоми Азамол. Она пока что в тестовом режиме идет в Южной Корее. То есть, здесь у нас 10 тысяч наименований товаров. Мы тогда заходили, там и Адидас, и Лакосты, и GVC. И не только товары с корейского этого, да? То есть, разные бренды. То же самое. Люди заходят через свой Адид, покупают тот или иной товар, и за это получают баллы. По сути, Атоми, если так посмотреть, она ничем не отличается от обычных интернет-магазин, как Амазон и Алиэкспресс. Просто у Амазона и Алиэкспресс весь этот сок, весь этот прибыль получают основатели компании, Джо Безос и Джекма. А в компании Атоми получают вознаграждение дистрибьюторы. Таким вот образом. Выручка компании, имейте в виду, что в 2019 году тогда было участников всего лишь 6 миллионов, составила 1 миллиард 300 миллионов долларов. Из них 455 миллионов долларов было распределено среди дистрибьюторов. То есть, по сути, что мы предлагаем, да? Мы предлагаем высококачественный товар со всеми сертификатами и без посредников. Мы предлагаем вам бизнес без риска, где вы, начиная этот бизнес, поправляете свое здоровье. Мы предлагаем бесплатное обучение, где эти знания помогут не только в Атоме, но и в реальной жизни. То есть, когда я это все предлагаю, у нас, знаете, какие сложности бывают? Два типа людей встречается. Первый человек – это мышление бедного человека, который ищет подвох. Поэтому не может быть, чтобы здесь все было хорошо. А второе мышление богатого человека – он ищет здесь возможности. Так что сразу вам предупреждаю, искать здесь подвоха нет смысла, потому что я сам через это проходил. Я, смотрите, почти что два года работаю. Почему я до сих пор мастер продаж? Потому что первые вот эти шесть месяцев, полгода я искал здесь подвох. Пока не полетел в Корею, не посмотрел весь завод, не участвовал на семинаре. Только тогда уже какой-то был прогресс. Далее потом, знаете, каким сложностям вы можете столкнуться? Я вот всегда спрашиваю, знания не приходят, то есть знания не приходят к двум типам людей. Как вы думаете, каким? Сейчас я чат включу. Знания не приходят к двум типам людей. Первое – это те люди, которые не задают вопросы. И второй тип людей – это те люди, которые думают, что все знают. Вот с первым человеком – да, это можно как-то понять. Может быть, человек пока что не открылся, может быть, нет мотивации, может быть, он просто ознакомливается. Нужно время, чтобы он открылся. А второй тип людей – это все зависит от человека. Этот человек, он должен в первую очередь победить свое эго. То есть человек, который ставит и думает, что он знает все, он ставит себе блоки. Я всегда им задаю такой вопрос – хорошо, знаете, но умеете ли вы это? То есть знать и уметь – это две разные вещи. Когда я рассказываю маркетинг-план, многие люди говорят, ну это я знаю. Хорошо, но умеете ли вы выходить в аудиторию? Умеете ли вы донести то, что вы знаете? То есть видите, поэтому умение, тут что нужно, именно это продажа, правильно продавать, искусство продаж, да, и переговоры, вести переговоры. То есть мы живем так, как мы умеем вести переговоры. Поэтому этот бизнес очень простой, на простых шагах, просто мы сами его усложняем. Поэтому я вам всем желаю, чтобы у вас структура насладила геометрической прогрессии. Очень рад, что мы совместно провели семинар. Надеюсь, наша презентация была полезна. Если будут вопросы, можете написать в чат. Ну вот, примерно вот так вот я, ну, суть этого бизнеса состоит таким вот образом. Всем спасибо. Есть ли вопросы? Не знаю, как вопросы, но хотим выразить свое восхищение. Вы действительно очень так заточены, так скажем, да, и очень понравилась ваша презентация. Самое интересное, да, мы находились в разных структурах, у нас такое ощущение, что либо вы у нас учились, либо мы у вас учились, потому что очень все перекликается. И безумно благодарны. И говорю, давайте, раз уж мы начали эту традицию, да, таких совместных вебинаров, давайте ее продолжать, давайте сделаем ее традицией. Очень интересно, а у меня вопросы, были в 18-м или в 19-м году в Корее? В 19-м, в 19-м году. В 19-м году. Я думаю, что тоже. Да, с Мадиной, вот как раз были, с командой вместе. Просто я тоже была в 19-м году. Если вы помните, клятву там давали белом, мистеру Парку. Это Академию Успехов было, по-моему, в ноябре. Я там, кстати, тоже участвовал. Мы в октябре были, на что-то. В октябре, В октябре, да. Мы были в августе, поэтому мы в октябре, да. А я очень радовалась, у меня на сцене видели. Ну, знаете, мне что нравится в этом бизнесе, нужно делиться информациями, просто делать добро, моя задача, да, я когда приглашаю людей, моя задача, чтобы этот человек решил свои финансовые проблемы. То есть, это Атоми, это я хочу, чтобы вы с помощью Атоми, это же у нас инструмент Атоми, по воплощению нашей мечты. Я хочу, чтобы все воплотили, наши партнеры воплотили свои мечты в реальность, чтобы делились информациями, ну, что еще говорить. Вы все прекрасно знаете, да. Просто добавить хочу, в Атоми денег хватит всем, а Добавки у нас очень мало, поэтому, если мы будем, в принципе, какая разница, да, главное, чтобы быть добрыми, подзывчивыми, порядочными, так скажем, да, и, ну, мне кажется, у нас все получится, если у нас есть стремление и цель чего-то добиться. И вы правильно сказали, что у нас, за счет того, что у нас прямые продажи, за счет того, что мы полностью, да, мы и есть Атоми, как у нас говорили, если мы с вами компания Атоми, да, мы будем разговаривать, скажем, нашу идею, да, чтобы люди стали богаче, ну, как финансово независимыми, мы получаем еще и вознаграждение. В принципе, 80% это сарафанное радио, да, и когда мы это все несем в мир, в народ, тогда мы получаем свое вознаграждение, и это прекрасно. Прекрасно, когда каждый вторник, и каждое 7-22 число у нас идут деньги, да, согласитесь, на расчетный счет, так скажем. Поэтому спасибо большое, так было замечательно, мы вами действительно восхищаемся, здесь с Леночкой сидим, и очень прекрасно, и хотели бы вас еще не раз услышать на совместных вебинарах. Спасибо большое за теплые слова, спасибо вам всем. Ну, а сейчас мы с вами продолжим наш вебинар, и я хочу пригласить Леночку Мен сюда, она нам расскажет о перспективах компании Атоми, она у нас такая, ну, короче, я ее люблю, да? Я зависла там, у нас слышно вообще. А, ты на себя перекинуешь? Я просто, да, на себя, Ганна, перекинула. Всем здравствуйте, меня зовут Елена, как меня представили, сейчас я тоже запущу презентацию, чтобы нам было проще с вами воспринимать информацию. Вообще, о перспективах компании знают уже многие, особенно те, кто уже довольно долгое время работает в компании Атоми. И я бы хотела начать просто с основного такого преимущества нашего, это с Global Hub. Hub, в принципе, переводится как склад, крупный логистический распределительный центр. Именно таким, Global Hub, да, таким образом является наша Атоми. И таких хабов в мире очень мало. То есть мы сейчас должны гордиться, что, по сути, как было уже сказано, не имея ничего, мы вошли в эту систему и имеем очень многое. Находиться в передовой компании, которая является, да, исключительной во многих ее смыслах. И благодаря вот этому хабу, подготовленным логистическим путям, мы с вами получаем товары со всех стран мира. Почему я об этом говорю? Все знают прекрасно стратегию Global GSGS, да, глобальные ресурсы для глобальных продаж. Суть ее в том, что в каждой стране присутствие компании Атоми выбирает уникальный товар, ведет разработку, проверяет качество в соответствии всем стандартам и далее реализует через свой интернет-магазин, который мы с вами уже видим в России Атоми.ру. Во всем мире, соответственно, разное. И мы уже с вами уже по сути пользуемся этим GSGS, ниже на слайде перечисленные страны с примерами товаров, которые вышли. То есть, это наша большая перспектива, так как интернет-магазин принадлежит нам, так как Султан уже нам рассказал суть нашего бизнеса, вы можете принимать этот бизнес как свой, и интернет-магазин свой. И на полках вашего интернет-магазина находятся действительно уникальные товары. Со всего мира, и при этом цена на них более чем приемлемая и самого высокого качества. В России это... Из России, да, уже ведутся разработки, это будет биологически активная добавка с основным ингредиентом гриб-чага. То есть, Россия тоже вошла в эту стратегию глобализации, и далее уже будут распространяться по всему миру. И так в каждой собственной стране. Для чего это было сделано? Во-первых, Пахангиль не только хотел сделать уникальным интернет-магазин Атоми, но и для того, чтобы поддержать каждую страну присутствия, чтобы не только прийти в страну и забрать условно, да, деньги, прибыль, но и оставить ее. Потому что среди всех стран, которые сейчас открыты, только одна была страна под вопросом, Камбоджа. Если все остальные более-менее могут выжить сами, кроме этой одной страны. И благодаря вот этой стратегии, благодаря черному камбоджийскому перцу, который распространяется через сеть Атоми, эта страна может выживать. Это не только оплата за сырье, это оплата еще рабочего труда, то есть тех людей, которые выращивают, собирают, обрабатывают тот самый черный перец, который на самом деле ценится по всему миру. И благодаря Атоми, который берет на себя все расходы, оно распространяется далее. То есть эта действительно стратегия, она уникальна и очень социально направленная, то есть всепоглощающая. И уже был упомянутый Азамол, что это вторая площадка Атоми, на которой много разных товаров, известных брендов было перечислено, за покупки, на которых мы с вами получаем баллы, и зарабатываем. Все то же самое не буду перечислять, просто скажу, что это не просто интернет-магазин, это действительно платформа, с которой в Корее уже работает и в проекте далее будет работать с такими компаниями услуг, допустим, химчистка, доставка цветов, салоны красоты, заправки и так далее, кафе какие-либо. То есть мы с вами в перспективе можем по сути обращаться в любые сферы жизни нашей, поехали на работу, по пути заправились на заправке, которая является партнером площадки Азамок, получили за это баллы, поехали, сделали себе прическу, маникюр, стали прекрасными, красивыми и опять получили за это баллы, захотели сделать приятное своим вторым половинкам, либо родителям заказали там цветы с доставкой с курьером и за это вы тоже получаете баллы. Баллы уже, как мы с вами, кто не знал, вдруг уже узнал благодаря презентации Султана, дают нам реальный заработок. То есть эта площадка поистине уникальна, пока работает только в Корее, но сейчас, насколько мы знаем, в каждой стране уже идет разработка, думают, как реализовать все то же самое внутри каждой страны присутствия Атоми. А нам остается только ждать этого, так как Пак Хангель обещал, он обязательно это сделает. И как и Атоми вышла за пределы, так и эта площадка выйдет за пределы. И еще хотела бы вам рассказать о перспективе именно виртуальной реальности. Сейчас эта тема очень популярная во всем мире, и она набирает с каждым днем больше оборотов. Начиналось это все с развлекаловки, да, какой-то, с игр. Это было просто развлечение. Сейчас многие компании пытаются внедрить виртуальную реальность уже там где-то в свой бизнес, там, неважно во что. И Пак Хангель, он, зная все это, видя все это, разрабатывает еще одну площадку, которая будет работать на основе именно виртуальной реальности, на которой, если взять тот же самый магазин, мы с вами можем, не заходя ни в магазин, и до приобретения увидеть, да, благодаря камере своего смартфона, как тот или иной товар будет на нас сидеть. Плюс система будет использовать ту же камеру, идеально замерять именно параметры тела, чтобы мы с вами не путались в разметках, там у кого S, M, или какой 46, 48 размер и так далее. То есть все за вас будет сделано, и это действительно на данный момент уникальная будет площадка. помимо всего этого привязки к интернет-магазину будет также привязка и к бизнесу, что мы с вами в будущем получим такой обучающий центр, где каждый наш новичок может получить ответ на его любой вопрос, задав его самому Пахангилю, а уже Пахангиль ответит на него на языке своего новичка. То есть это уникально, и компания ведет подборку этих вопросов, на данный момент уже есть около тысячи таких вопросов, где Пахангиль подготовил свои ответы на разных языках мира. И самое что удивительное, Пахангиль всегда выбирает лучших партнеров для сотрудничества с компанией Атоми. Так и для вот этой виртуальной площадки он выбрал одну из лучших студий, то есть вы сейчас видите на экране, она называется МОФАК, это тоже корейская студия, является одной из лучших, работает с Голливудом, я думаю, многие фильмы вы уже смотрели, которые они спроектировали, именно такие профессионалы будут работать на нас с вами, я просто хочу сделать акцент на том, что это действительно Атоми, это мы, и все это будет работать на нас, мы за это не платим деньги, мы это не получаем за какие-то заслуги, мы это получаем лишь потому, что когда-то купили интересующий нас товар в интернет-магазине Атоми, и стали покупателями. И далее, многие уже возможно видели, Пакхангиль запатентовал бизнес, именно платформенный бизнес, которым мы с вами занимаемся, то есть на данный момент именно такого рода бизнеса может быть и существовало в какой-то ее интерпретации, но не было патента, но теперь благодаря Пакхангилю мы имеем патент на именно платформенный бизнес, что каждый из нас является платформой внутри Атоми, каждый из нас является тем мини-магазином, который осуществляет товар, при этом мы с вами не несем никаких затрат, и компания Атоми по сути делает все за нас, наша основная задача только рассказать о компании, рассказать о продукции, рассказать о преимуществах и так далее. И еще одна вещь, которую презентовали в феврале, этого года на Академии Узбека Пакхангилю рассказал о таком тоже платформе, она и есть, для бизнеса, по сути, чисто визуально это как Инстаграм, которым мы все пользуемся, мы там можем зарегистрироваться и каждый из нас может представлять не только себя, но и того, который нам нравится, рассказывать о них, вести какую-то продажу даже. и на данный момент в мире не существует такого рода приложения, если так можно сказать. И это мы с вами тоже будем получать, я думаю, в ближайший год даже. Для меня это нереально в принципе осознать, что это все в наших руках. Уже вот здесь, вот рядышком осталось только протянуть ручки. И еще одна, это уже не перспектива, это уже наше большое преимущество, сотовая связь Атоми. Мы ее уже реализуем в России, в частности в нашем центре, мы выдаем сим-карты со связью Атоми. В тариф, который в рублях это 350, в долларах это приблизительно 4,5 доллара в месяц, мы получаем тысячи минут, 500 смс, 25 гигабайт интернета. Но если звоните с сим-карты Атоми на сим-карту Атоми, то это бесплатно. Почему я сейчас об этом рассказываю, потому что во второй половине этого года сотовая связь стартует и в Казахстане, и в Киргизии. Ну, сумму только точно не скажу, но я думаю, приблизительно останется между 4-5 долларами в месяц. Это очень выгодный тариф, возможно, в Казахстане не будет 4-5, там ваша тарификация скорее всего пойдет от поставщика Билайна, может быть, не Билайна, но Атоми Рус уже официально заявил во второй половине этого года, он сможет пользоваться и партнеры в Казахстане, в Киргизии. И далее, если к нам зайдет Узбекистан, то и Узбекистан, потому что зона покрытия приблизительно у операторов одинаковая по России и СНГ. то есть в принципе это, наверное, вкратце о всех преимуществах компании Атоми, о всех перспективах компании Атоми, что нас ожидают. И каждая из новых платформ, она просто не то, что круче, у нас даже конкурентов не останется на самом деле, и мы с вами сможем быть тоже исключительными бизнесвуменами, бизнесменами в реальном понимании этого слова, по доходу мы будем даже превышать некоторых бизнесменов, при этом с вами, опять же повторюсь, мы не несем никакие расходы, только чисто человеческие, моральные, потому что нам нужно с вами каждый день общаться с разными людьми и все это доносить до них. И сейчас находится именно такое время, переломное время, когда наемная работа, она уходит на задний план. И не только люди, которые разбираются в бизнесе, но и молодежь, в основном молодежь, которая что-то ждет от своей жизни, что-то хочет сделать, они ищут альтернативные виды заработков. И в будущем, лет через 10, каждый, кто успел, такие, как мы с вами, зайти именно на платформенный бизнес, мы с вами будем на пике именно финансовой такой лестницы, если так можно сказать, может быть, немножко грубовато звучит, но тем не менее, когда безработица возрастет до уровня 80% в мире, каждый из нас уже будет иметь пассивный доход, поэтому не нужно бояться начинать сейчас, когда это, возможно, не так популярно, но даже сейчас, если говорить, это уже набирает обороты, чем по сравнению лет 5 назад, когда это было, поэтому и нам начинать не так сложно, как бы нам не было тяжело, а через 10 лет вы увидите уже плоды своих трудов, и не только вы, ваши дети, ваши внуки, они будут бесконечно благодарны своим родителям, своим бабушкам, дедушкам, которые просто не остановились на этом пути и увидели перспективу нового бизнеса. Я думаю, все. Может, у кого-то есть вопросы, потому что я так вкратце пробежалась по презентации. Очень отличная презентация, прям в восторге, очень много новой информации. Да, Леночка у нас такая. Тогда я передам слово Ирине Найтан с самым основным нашим пунктом, нашей темой это маркетинг-план, потому что без маркетинг-плана никто из нас не сможет по-настоящему зарабатывать компания Атоми, его нужно знать хотя бы на 50%. Можно вопрос один, да? Можно. вот спрашивали, да, вот эта сотовая связь, фирменная сотовая связь, а Атоми, она в каких странах сейчас работает и какие перспективы? она работает? только в России. Это запустили в России, это была инициатива Атоми Россия, и соответственно она ее дальше пролонгирует на те страны, которые будут под крылышком Атоми Россия. Если, если да, если у нас все пойдет на ура, я думаю, как в принципе и многое в Атоме будет дублицироваться в остальные страны. То есть мы сейчас как раз таки на том этапе тестирования, как я замолв в Корее. То есть впереди планеты всей, да? Это здорово. Спасибо. Спасибо. Ну, мы поговорим о маркетинг-плане и самое главное ваше построение структур. Это 100% вашего успеха. Если вы будете строить правильную структуру, вы будете успешны. И это серьезно. И я почему начинаю всегда с построения структуры, что новички чаще всего смотришь и очень удивляешься, как они начинают строить свою структуру. Давайте вспомним, что у нас есть пили, но я думаю, что у нас здесь не прям все новички, да, такие стопроцентные. А что такое пили и что такое, что это значит, мы это все понимаем, да, это баллы, которые, когда мы открываем либо в потолок, либо на сайт заходим, там мы видим сумму в рублях и сумму в пиви, да, мы чаще всего говорим, стоят в рублях, весят в пиви. Смотрите, у нас бинарная система. Атуми – это интернет-магазин клубного типа. Сюда без приглашения не попадешь, обязательно должен кто-то пригласить, и вы зарегистрируетесь. Нас пригласил спонсор, нам присвоили ID. Если мы когда начинали в девятнадцатом году, то я была 13 миллионов какая-то, сейчас я смотрю уже 27 миллионов, да, и уже миллионный человек появился в России. То есть у нас в нашей системе зарегистрировали уже один миллион человек. Это же вообще круто, согласитесь. Что значит бинар? Мы можем зарегистрировать под своим ID только двоих людей. И вот здесь начинается самое важное. Мы регистрируем потенциально активного вправо, влево потенциально активного вправо. Мы должны помнить, что 92% у нас покупателей, 8% у нас дистрибьюторы. Это не я, это статистика. И еще, смотрите, из этих 8% 2% это очень успешные люди, то есть те люди, которые поставили себе цель и идут к этой цели. И как правильно сказал султан, он сказал, что 50 тысяч долларов, как сказал Рокфеллер, нам всегда будет хватать. То есть на спонсорских вознаграждениях у нас есть два вида, мастерские вознаграждения и спонсорские вознаграждения. Так вот, спонсорские вознаграждения у нас будут с вами, кто пошел и идет, 50 тысяч долларов. И как раз вот этот ограничитель 50 тысяч долларов. Ну, я думаю, нам это неплохо, да, такой заработок иметь ежемесячно. Мы что делаем? Мы здесь регистрируем покупателей, там у нас должна быть прослойка покупателей обязательно, чтобы это была помощь потенциально активному человеку. Но вспомним, что все, что мы думаем о человеке, это наше с вами субъективное мнение. Нам так кажется, что он такой, понимаете, мы его заворачиваем в красивый фантик и представляем, что он такой. Это наше мнение. Но вы так считаете, значит, он, наверное, заслужил какое-то такое доверие, что он потенциально активный. Поэтому ставьте потенциально активного вправо, влево ставьте потенциально активного вправо. Если у вас, например, нет потенциально активного в какой-то из ветки, значит, больше делайте покупателей. Видите, что здесь потенциально активный растет, но при этом не оставляйте его без помощи, но только тогда, когда он начал работать. Потому что чаще всего наши люди считают, что она зарегистрирует маму, папу, брата, сестру и буду им строить ветки. Вот это самая большая проблема новичков. Вы должны развивать себя. запомните, раз и навсегда вот прям как зарубите себе вот, ну что, шаг влево, шаг вправо считается расстрелом, потому что идите строго влево, строго вправо, никому не развивая никакие ветки, пока человек не начнет сам работать. После вашего такого, вот как бы сказать, такой прослойки покупателя, вы ставите потенциально активного вниз. И сюда потенциально активного вниз. то есть вы ищете. Мы должны, знаете, перебрать это как ведро с песком, да, нам если скажут, что внутри бриллианта, мы же все, весь это, все это ведро перерыщим, через сито перебашем все, да, переситим или как там правильно, перетрясем, да, и вы тогда только найдете эти бриллианты. Точно так же и здесь. Конвертия очень высокая. Даже если человек говорит, я иду на бизнес, и потом ну что-то у него не получается, или он решил, что ну это не его, он пойдет в инвестиции, вашим активным покупателем он останется. Наша основная задача сделать так, чтобы у вас были потенциально активные покупатели. Понятное дело, дистрибьюторы, мы без них в каком и отмене регистрировать по 2 человека в день, то вы будете безумно богатыми. Это тоже, кстати, говорила, не говорю ни я. Поэтому это действительно, это реально работает. Это вот так, знаете, скажем, как взлетная полоса 100 дней, по 2 человека в день, и вы действительно, у вас будет такой быстрый рост. Вы будете подниматься и мастер продаж, и выше, но если вы будете придерживаться, что вы никуда не отходите, вы будете развиваться сосиской, колбаской, сарделькой, как вам нравится, так это и называйте, но строго влево, строго вправо. По поводу спонсорских ведок. Ребят, уберите это из головы, вам спонсор никогда ничем не обязан. Понятное дело, что, например, мне, если у меня приходит человек, я начинаю с ним работать, а так как я могу зарегистрировать под собой только двоих людей, естественно, я буду ставить под своих активных людей. Вот знаете, маркетинг, нам все, вся подсказка в маркетинг плане. И правильно здесь Султан заметил, что вы должны постоянно задавать вопросы. То есть активный человек, он будет учиться, он будет узнавать, он будет лопатить, он, не знаю, будет вам вопросы всегда задавать. Иначе мы не поймем, что вы активные. Спонсор никогда не поймет по-другому. Поэтому я всегда говорю, достойный спонсор достается тому, кто его достает. По-другому никак. Как я узнала, да, он, например, регистрирует, да, людей, но он сам ковыряется сам себе, что-то он там делает. Нету взаимосвязки спонсор-партнер. Если это нет взаимосвязки, то очень сложно работать как спонсору с этим человеком, так и партнеру с этим человеком, да? Правильно же? И поэтому спрашивайте, никогда не считайте. Я всегда говорю, вот кто знает, как бывает на моих лекциях, я всегда говорю, глупых вопросов не бывает. Это вам опять же, вы на себя такое клише, да, сделали, что я глупый вопрос для меня, это отдельно, да, такое, составили себе картинку вашего спонсора. Еще раз повторюсь, это ваше видение на этого спонсора. Попробуйте, задайте вопросы, постоянно будьте в связи, да, в связке, как, что, почему. Глупых вопросов у нас не бывает. Каждый вопрос важен. Потому что если этот вопрос не будет решен, у вас будет, знаете, вечно кровоточить, вы не будете понимать, у вас начнутся обиды, что вам никто не помогает. В принципе, вы пришли на бизнес, это ваш бизнес, давайте. Вам же тоже, если вы решили, например, открыть магазин, да, где-то, вы же не будете искать спонсора, которые, ну да, по франчизе, может, вы что-то там и найдете. Но здесь вы должны рассчитывать только на себя, правильно. Глупых вопросов не бывает, глупо не задавать вопросы. Вот правильно. Поэтому задавайте вопросы, показывайте себя, ну, покажите, что вы жизнедеятельны, что вы рабочие, что вы можете, знаете и хотите узнать. Только так о вас узнают ваши спонсоры. Почему я не рекомендую затачивать себя на спонсорскую ветку? Все очень просто. Потому что вам нужна сцепка, потому что дальше, потом, когда вы растете, и султанат, султан тут сказал, что у нас есть карьерный рост. Тоже всегда говорю, у нас есть с вами карьерный рост. Первое, и самое важное, это мастер продаж, и самое высокое, это империал, да, какой солдат не мечтает стать генералом. Это из этой серии. Поэтому, вот, например, вам говорит спонсор, давай ты делай свою правую, а я буду делать тебе левую. И ему постоянно, он вам подписывает покупателей, он подписывает, подписывает покупателей вам. А вы здесь нашли одного потенциального активного, он у вас начал развиваться. Потом вы еще потенциально активного нашли, он начал развиваться. Здесь будет по правой ветке у вас взрыв, а здесь у вас будет отставание по левой ветке. И смотрите, дело даже не в том, что, ну, у нас список знакомых заканчивается, все равно спонсоры свое, ну, ищут точно так же людей. А вдруг здесь эта прослойка спонсор с вышестоящим спонсором потеряна, да, а вы будете надеяться на левую ветку. Опять-таки повторюсь, это наш бизнес, и нам с вами его делать. И вы четко будете, когда вы будете строить и левую ветку, и правую ветку, вы четко будете понимать, ну, давайте посмотрим на маркетинг-план. Там же все четко, все идет по такой вот, ну, как бы, видно все, нам объясняют это постоянно. Мастер продаж, бриллиантовый мастер, мастер Шаронской розы. Все, здесь у вас две ветки, левая и правая. Другого не дано нам, ребят, поэтому мы развиваемся. Да, конечно, например, левая ветка, ну, вы, вы, как, чего я хотела сказать-то умная? Что-то мысль умная ушла. Вы должны, да, для кого спонсорская будет ветка? Например, вы пришли, да, вот в 19-м году, я тоже в 2019-м году пришла, подписала сюда свою подругу. Она не работает, а я-то, естественно, работаю, и я развиваюсь, у меня активные партнеры, они развиваются. Так вот, по отношению к ней, это спонсорская ветка, потому что она не работала. У человека, который работает, спонсорской ветки нету. Поверьте мне, потому что ему постоянно надо, он ищет людей, у него нет такого, да и не должно быть. Потому что вы должны развиваться сами. Вы должны знать каждую свою звездочку, каждого своего бриллиантика. Я не знаю, вы должны вести этих людей, и у вас должна быть крепкая такая вот, знаете, рука взаимодействий. Взаимодействий, да, и вы должны постоянно работать в цепке. Смотрите, здесь еще чем черебата. Вот спонсор. Все люди, все человеки. Вот он увидел, а он был до этого, ну, сидел тихо, спокойно, а вдруг в него пошел такой человеческий, как вы, да, такой активный. Вот все, он прям такой дистрибьютор. Он наращивает структуру, здесь спонсор просыпается, и он видит, что у вас в правой ветке все активно идет. Как вы думаете, куда он свое усилие приложит? Конечно же, в правую ветку, потому что ему так удобно, потому что он будет таким образом расти. Но если вы держите всегда руку на пульсе, да, никто и ничто вам не помешает. Не помешает вашим взаимоотношениям, вашему общению. Вы точно будете знать, ага, вот это потенциально активный, это мой будущий мастер продаж. Ага, это потенциально активный, он тоже будущий мой мастер продаж. Ага, это потенциально активный. И все, вы становитесь бриллиантом. Потому что мастер продаж – это забег одиночки. Можно бежать, торопиться, спешить и все делать самостоятельно. Но если вы поднимаете выше, вы без команды ничего не можете. Так же, как и без людей. Вот, ну, что, вот как хотите, так и говорите, но без людей, ну, обыкновенный мы магазин с вами, да. Одна касса, другая касса, да, и без этого нам никуда не деваться. Если у нас не будет людей, которые будут под нами покупать, касса не будет срабатывать. Это все просто и все понятно. Самое главное, запомните, не развивайте за кого-то ветки. Потому что вы, например, начали вот-вот, вот ваш брат или сестра, и вы думаете, ну, что, помогу, у него такая вот, ну, такая сложная жизненная ситуация, мы очень нужны деньги. Ребят, деньги нужны всем. А если вы пришли на этот бизнес, значит, в первую очередь они нужны вам. Поэтому сначала вы добитесь успеха своей финансовой независимости, а потом, если у вас останется еще сил и возможности, вы начнете помогать своему брату, сестре. Допустим, вы начали развивать, да, человека. Вот он, ваш брат, и вы начали за него строить ему структуру. Потому что многие говорят, все равно, а тебе все равно, а мне приятно, да, из этой серии. Поэтому вот вы поставили ему потенциально активного. И здесь у вас пошел потенциально активный. Но вы всегда идете из глубины, понимаете, у вас вот здесь начнет расти. Либо вот здесь начнет расти. Вы не сможете разорваться, понимаете. И кто-то из них останется, мы так называем, островом. Ну, покажу вот так вправо, потому что мы налево всегда идем лево-лево-лево, да, мы чаще всего туда спускаемся и идем. А правая, она автоматом получается. Почему? Потому что в первую очередь наша программа ставит нам людей влево. А когда мы второй раз заводим свое ID, он нам ставит вправо. Поэтому вы каждый раз, когда заводите чье-то ID, человек станет влево. И поэтому она точно так же, поэтому она и считается как бы спонсорской веткой, да. Левое-лево, правое-лево. Поэтому здесь очень важно понять, для кого это бизнес, для меня или для моего брата. Потому что три ветки, четыре ветки вы не осилите, поверьте мне. И люди, я всегда говорю, если вы подписали человека, вы взяли ответственность на себя, что вы подписали, и вы должны с ним работать и отрабатывать его. А если вы перестанете с ним работать, он у вас здесь будет сам по себе, и он в итоге, ну, просто, да, сольется. Например, человек, у нас мы помним, да, что и знаем, у нас купил, даже как бы у нас структура не произошлась, там, широко, глубоко, что нам все сто процентов, вот как нам султан показал, да, все сто процентов поднимутся к нам. Например, здесь у вас миллионы человек, он купил у вас, ну, пасту, которая весит 3000 пиви. И все поднимутся вот так. А вот этот активный, даже в пиви у вас, у него нет возможности, что он вот здесь так же, да, пойдет. Он просто затухнет. А если он встанет со всеми сюда, у него все групповые пиви будут подниматься, все, а вы, соответственно, взяли за него на себя. Поэтому настоятельно рекомендую, потому что иногда открываешь новичков структуры, и говоришь, ты что здесь натворил, да, ты, да, это бинарную систему, он построил стопроцентную бинарную систему, он развивает всех подряд, то есть подписал, и таким образом он у нас ее развивает. Да, может, вот кто уже у нас лидеры, тот знает, когда заходишь к новичкам, они почему-то делают всегда вот таким путем развивают. Вот так ни в коем случае строго, только себя. Мы пришли на бизнес, развивать себя, все строго, только себя, вот, ну, честно, да, потому что, ну, вы сможете устать, вам это может наскучить, потому что вам постоянно это какой-то стресс, да, это не бизнес футовольствия, а бизнес какой-то вот тягость приходит. Поэтому самое важное, что вы должны запомнить, строим сосиской, колбаской, сарделькой, как угодно, просто ровно-ровно-ровно, не отходя. Но здесь еще есть такое правило. Человек пришел к вам, да, он привел человека, все, он подписал одного влево, и если он еще привел человека, он подписал его вправо. То есть того человека, кого привел сам человек, вы должны с ним ему подсказать, куда ему лучше просмотреть и так с ним работать. То есть не единоглавный, не так единолично, да, такой вот, сразу ставь его влево или ставь его вправо, вы должны обсудить, вы должны у него спросить хотя бы, чтобы он вам дал какую-то краткую характеристику этого человека, как он покупатель или он дистрибьютор. То есть работа со спонсором, опять-таки, возвращаясь к маркетинг-плану, у нас, чтобы достичь бриллианта, нам надо 4 мастера продаж, да, то есть вам все и так понятно, все и так ясно, вам надо воспитать, научиться. Пока вы становитесь мастером продаж, вы автомастером, да, вы должны понимать, с кем вы пойдете, да, так скажем, в бой. Да, серьезно. Поэтому вы должны четко понимать его характеристику, его семейное положение, что у него и как у него. Во-первых, у вас так и, ну, вы знаете технику продаж, я так думаю, многие, вы знаете, с чего вам надо будет начать, как вы должны с ним разговаривать, и свою краткую характеристику все-таки о том или ином человеке вы должны иметь, покупатель или дистрибьютор, потому что у нас две разные версии работы, как покупателя ты заводишь на бизнес, и как с чем человеком, с кем ты работаешь на бизнесе, и как он дальше с вами учится, правильно? Это что касается у нас построения структуры. У вас есть какие-нибудь вопросы именно по построению структуры? У кого-нибудь какие-нибудь вопросы есть? Вопросов нету. Значит, вы должны запомнить и учить своих новичков идти только левой, правой. Никаких там дополнительных изысков. Не изобретайте велосипед, потому что он уже давно изобретен. Теперь смотрите, у нас есть 5 ступеней дистрибьюторства, да, так скажем. Это у нас торговый представитель. Торговый представитель – это когда на личном счете 10 тысяч киви. И вот здесь вот я возвращаюсь опять к султану, который сказал, для того, чтобы открыть традиционный бизнес, нам обязательно нужны, ну, как бы, уставленный какой-то капитал, нам что-то надо вкладывать, согласитесь. Здесь наш бизнес начинается с 10 тысяч киви. Мы с 10 тысяч киви можем начать зарабатывать. Это торговый представитель. 10 тысяч киви. У вас на личном счете. И здесь давайте вспоминать, что личные киви никогда не сгорают. Да? Такое понятие, как личные киви – это то, что вы покупаете лично в своем кабинете, на себя любимого, для себя, чтобы познакомиться с продукцией, чтобы рассказать. И здесь еще один такой немаловажный момент. Если вам не нравится продукция Атоми, то предлагаю вообще Атоми не заниматься. Потому что мы должны быть фанатами своей продукции, мы должны любить свою продукцию. иначе, когда мы будем ее рекламировать и рассказывать о ней, мы станем мошенниками, если мы ее не любим. Потому что нельзя что-то продать, если нам что-то не нравится. То есть человек, когда вы разговариваете с человеком, он будет видеть, искренне вы с ним, или вы сидите, это что-то там для себя. Да, да, у нас обычно люди очень недоверчивые, и они всегда что-то ищут, что-то как-то, знаете, так вот немножко подковырнуть, что-то узнать, как вы действительно ли вы этим пользуетесь. Поэтому начинайте, я вам, я всем рекомендую, например, вы попробовали на личной ID, прокупились, да? 10 тысяч пиви – это торговый представитель. Все начинается с 10 тысяч пиви. Попробовали, например, вы имминг взяли, а он уже 12 тысяч пиви. Вы уже можете начать свой бизнес. И вы должны как бы рассказать, вот он вам понравился, начните с него, не начинайте, если вы не попробовали там химохим, или вы не попробовали там нашу омегу, не начинайте рассказывать, начинайте рассказывать с любимых продуктов. Например, вам понравилась зубная паста, и у нас вполне можно начать с зубной пасты свой бизнес. И у вас будут гореть глаза. Когда у человека горят глаза, ему беспрекословно доверяют. Научитесь упаковывать себя в красивый фантик, потому что опять я говорю, люди накладывают свои впечатления о том или ином человеке сами. То есть не я такой человек, вы на меня этот фантик надели, вы думаете, вот она такая. Для того, чтобы узнать, понять, вы точно так же должны раскрыть себя. Вы должны понять, нравится вам продукция или нет. Личные пиви – это когда вы закупаетесь в личном кабинете, в своем, так скажем, магазине, на свое айди. У нас есть памяти как групповые пиви. Все, что пройдет у вас, все покупки, даже вот меня очень часто спрашивают, если мне подписал спонсор или партнер, у меня тоже будет пиви подниматься. Все пиви, всех людей, которые находятся в вашей структуре, будут подниматься к вам 100%. Только есть ограничения, об этом уже султан сказал, я не буду возвращаться к этому, может, как-нибудь в других вебинарах. Все, что прошло по левой ветке, это групповой товарооборот левой ветки. Все покупки, что прошли у вас по правой ветке, у вас групповой товарооборот правой ветки. Например, человек купил у вас абсолют набор, да, который весит 120 тысяч, купил два хима-хима, которые весят по 50, да, ну и купил у вас патчи, которые весят 80 тысяч. У вас получается 310 тысяч пиви по левой ветке, то есть все покупки, они суммируются. И все проходят через каждого человечка, через каждого, то есть каждый из этих людей может начать складывать в себе бинарные шаги, как мы называем, степы. Когда у нас у нас торгов, почему 10 тысяч пиви? Смотрите, здесь немаловажно. Как только на вашем личном счете появилось 10 тысяч пиви, все, групповые пиви начали свое накопление. Если у вас здесь будет 9999 пиви, да, накоплений не будет. когда 10 тысяч пиви, все у нас накапливается. При таком раскладе, когда у вас 10 тысяч пиви на личном счете и прошло по левой ветке 300 тысяч и по правой ветке тоже 300 тысяч пиви, бинарный шаг закрывается, вам идет выплата, и здесь вот тоже надо заметить, что у нас выплаты зависят от международного товарооборота, да, международного товарооборота в пиви. То есть все, что у нас проходит по пиви, а у нас все расчеты ведутся в пиви, у нас все это от международного товарооборота, знаете, вот это, например, здесь 310 прошло, здесь 300. Спрашивают иногда, 10 тысяч это уходит вниз? Нет. Когда мы кассу закрываем, да, ну, когда мы пришли в магазин, который там не заработал, в магазин, мы кассу сдаем и всю же выручку отдаем. Точно так же, вы всю выручку отдали, вам выплата от 1200, поэтому постоянно такой суммы нету, она всегда будет разная. Например, когда 10 тысяч пиви, динарный шаг 300-300, у вас выплата около 1200, может быть выше, может быть ниже, все зависит от того, какой товар от. Доллар, скажи. Доллар. 15-16 долларов. 16 долларов. 15-16 долларов. Ну, здесь вот мне подсказывают 15-16 долларов. Я не понимаю. Ну, где-то так. Леночка будет здесь транслировать, я вам буду писать, сколько в долларах. Для меня это очень сложно, я обычно всегда рассказываю на российские рубли. в долларах. я хочу. Поэтому вот бинарный шаг закрылся, выплатила, все, начинается новый день, новые накопления. Вот здесь надо понимать, важно понимать, что этот ток может накапливаться, сколько, не за один день, а неделю, две, потому что обычно, когда мы только начинаем, здесь нету временных ограничений. И правая веточка, пока не сложится 300, никуда не девается, никуда не сгорает, да? Личные пиви никогда не сгорают, они только накапливаются. Единственное условие, все говорят один раз в год, я говорю два раза в год. Почему я так говорю? Потому что в Корее надо прокупаться два раза в год, каждые полгода, чтобы их не терминировали. Это все потому, чтобы память не перегружалась, поэтому те, кто не активировался один раз в полгода, его просто терминируют, так скажем, очищают ячейки своей памяти. И здесь тоже у нас, скорее всего, так же как в России, так же и в Казахстане, и в Киргизии, скорее всего, ну пройдет год-два и тоже введут это правило. Вы увидите, потому что уже говорили об этом, уже предлагали это делать, но она ничего не стоит, как, например, ну как бы один раз в полгода, да, как я сейчас это делаю, и покупаю просто мыло. Почему я покупаю просто мыло, я вам чуть сложнее объясню. Смотрите, следующий у нас агент. Агент – это когда на личном счете 300 тысяч рублей. Здесь, да, еще есть такой вариант, я вам скажу так кратко, а вы потом зайдите на Атоме, чтобы мы время, а то я, если буду все очень четко и подробно рассказывать, у меня и часа не хватит на маркетинг-план. Смотрите, например, у нас сегодня с вами апрель, да, а вы в марте по меньшей ветке у вас прошло 600 тысяч пиви. Ну, например, люди, есть люди, которые у меня тоже, есть люди, которые начали свой путь от 10 тысяч пиви, да, то есть у них, но они очень активно работали, они очень активно рекламировали, у них большая, большая, так скажем, структура, но лично в 10 тысяч, но если они в марте поменьше ветки пропустят 600 тысяч пиви, то в апреле у них будет складываться степь как по 300, а что у нас как по 300? Вы покупаете, вы пробуете продукцию, вам же надо ее рекламировать, вы же никуда не деваетесь, и вот у вас на личном счете накопилось 300 тысяч пиви. У вас накопилось 300 тысяч пиви, и та же самая работа, то есть у нас, мы знаем, каждый из нас знает, что у нас кропотливая, она легкая, не скажу, что она легкая, вообще не скажу, у нас бизнес отношения, а мы все с вами разные абсолютно, да, и поэтому он с одной стороны легкий бизнес, а с другой стороны очень трудный и сложный бизнес. Значит, здесь у вас точно так же за те же затраты, да, до вашей работы, вашего труда проходят 300 тысяч пиви влево, 300 тысяч пиви справа, и у вас уже увеличение, ну, на 3 500, 3 600, 3 500, это около, сколько это было? 45-50. 45-50 долларов. Либо вы должны выполнить вот этот вариант, что у вас в прошлом месяце должно быть 600 тысяч пиви, либо у вас должно быть 300 тысяч на личном счете. Но если вы, например, выполнили это в марте, а в апреле вы не смогли догнать поменьше ветки 600, то вы уже возвращаетесь с вознаграждением, когда у вас 10 тысяч пиви. Ну и дальше вы, там все, в принципе, увеличивается в 2 раза, да, то есть если нам нужно, то есть, как бы, чтобы степь закрылся на 700, то у нас когда приличных 300, там, миллион 400, если там, полтора, полтора миллиона, чтобы закрывался, у нас товарооборот поменьше ветки, 3 миллиона, и в конце, если вы хотите 2 миллиона 400, на личном счете у вас полтора миллиона, то вы закрываете, ну, как бы, в предыдущем месяце 4 800. Ну, увеличивается все просто в 2 раза. Я думаю, что и очень нагрузило. Ну, если кто не понял, зайдите во вкладочку «О томи», там есть маркетинг-планы, все, в принципе, эти условия и цифры вы увидите и поймете. Следующий у нас этап, это когда у нас на личном счете, это уже у нас спецагент, 700 тысяч пилинг. Вот смотрите, что я здесь всем говорю, пока у вас структура, если вы новички, вы только начинаете, это понятно, когда уже большая структура, да, надо нагонять 700, но если у вас небольшая, вы только начинаете, 300 тысяч пилинг на первое время вам будет достаточно. Лучше провести ваши, ну, как бы продажи через ваших ниже стоящих партнеров. Почему? Потому что вы заведете и мотивируете своих ниже стоящих, да, партнеров, а во-вторых, вы просто сложите себе степ. Я всегда говорю, играйте маркетинг-планом, пробуйте. Здесь купили, здесь купили, зашли на наш сайт, у нас, в принципе, все открыто, все прозрачно, кроме того, что мы хотим что-то купить и заполнить жизненный сценарий, в принципе, мы с вами ничего не сможем там сделать. Поэтому открывайте все вкладочки, посмотрите свои, ну, как бы, спонсорские, мастер, спонсорские вознаграждения, правильно, спонсорские вознаграждения, потом, мои продажи, какие, когда вы совершили, просмотрите структуру 150 раз, потому что, когда я зарегистрировала, у меня было 6 человек, я открывала каждый день эту структуру, думала, что же у меня больше никто не прибавляется, да, а теперь, конечно, я уже даже структуру свою открыть не могу, потому что люди уже, я даже не знаю этих людей, они уже подписываются и подписываются. Когда мне об этом сказал Юрий, я думала, что он, большой фантазер, что как-то я не буду знать, кто у меня в структуре появится. Оказывается, когда это активная работа, обязательно будет так, что у вас люди подписываются, подписываются, и самое большое преимущество, что у нас единый, да, вот такой сервер, мы можем регистрировать из любой страны, где присутствует Атоми, где есть предрегистрация Атоми, и это тоже, мы с вами не зависим ни от какой экономики страны, потому что в нашей структуре покупают разные страны, и мы можем радоваться жизни, да, так скажем. И что еще хорошо, как вы быстро, смотрите, мы в России получаем рубля, при этом надо открыть либо ИП, либо быть самозанятыми, а, по-моему, в Казахстане, если я не ошибаюсь, это ИП. Да. Поэтому у нас здесь тоже, когда ты открываешь самозанятых на карточку, если ИП, то расчетный счет. но здесь я вот хочу немножко так остановиться и пожелать вам всем открыть ИП, потому что самозанятые, это 2 миллиона 400, да, а 2 миллиона 500 уже надо открывать ИП, поэтому я хочу, чтобы у вас в год это, да, должна пройти такая сумма, поэтому я всем желаю открыть ИП, даже если вы сейчас на самозанятых. Когда у вас 700 тысяч пили на личном счете, а мы помним, что только с ростом структуры, либо с тем моментом, когда вы идете на мастерство, да, вот этот вот момент вы должны всегда подлавливать и любить этот момент, так скажем, когда мы будем говорить о мастерстве, о мастере продаж, я вам объясню. Когда у вас прошло 700 тысяч пили по левой ветке и 700 тысяч пили, по правой ветке, то у вас генарный шаг закрылся и у вас выплата 7200, сколько было? Ну, это где-то около 100, да? 90, да, 95, 100. Опять я повторюсь и не устану повторять, что у нас зависит от международного товара оборота. Расчеты все в пили, помним об этом. Здесь какая у нас, знаете, самый распространенный шаг бинарный, это 300 тысяч пили. Почему? Потому что у нас, особенно, когда мы только начинаем, да, с вами, потому что у нас все идет по меньшей ветке. Если у вас по левой ветке прошло 700, а по правой ветке, например, прошло 450, вам выплата произошла 3500, и бинарный шаг закрылся. Вот здесь начинается вот это условие, когда 700-700 закрывается каждый день. То есть, видите, для этого я опять возвращаюсь к построению структуры, вам нужен баланс. А когда вы сами строите ее, да, баланс вам обеспечен. Вы будете знать, где у вас слабые места, где у вас сильные. И когда у вас, например, идет вот такая история, здесь 700 тысяч пили, здесь 450 тысяч пили, вы понимаете, что вам надо приложить усилия к правой веточке. Я, например, очень радуюсь, когда у меня идет такое вот кособокое такое, потому что у меня один день может по левой пройти очень много, по правой мало, а на следующий день наоборот, по правой много, по левой мало. О чем это говорит? Это говорит о том, что мои люди складывают степы и получают свои вознаграждения. Поверьте мне, ничего приятнее и радостнее нет, когда твои люди внизу уже начали зарабатывать. Это самый такой вот момент, к чему мы каждый из вас идем, чтобы не только мы на пассив с вами вышли, но и те люди, которых мы пригласили, за кого мы взяли ответственность, тоже зарабатывали вознаграждением. Здесь вот понятно, надеюсь, 700 тысяч пили. Тоже здесь вот оно по левой ветке, тоже неограниченное количество. Например, с первого по пятнадцатый, ну, не буду так, давайте, с первого по третье, да, у вас здесь прошло 700 тысяч. 700 тысяч у вас должно пройти третьего. Например, первого у вас прошло 200, да, второго у вас прошло 50, а здесь должно пройти 453-го. И тогда у вас сложится бинарный шаг 700-700. Но если пройдет в этой ветке, ну, как бы, третьего числа 300, то все, степ 3500 вам сложится и закроется степ на 3500. Самый частый степ, особенно у начинающих, и не только у начинающих, иногда здесь 2 миллиона 400, здесь 300, и очень прекрасно. Люди-то работают, получается, кто-то идет на мастерство у нас вот такие, у вас идут степы. Поэтому, чтобы вы понимали. Следующий у нас это дилер. И у него полтора миллиона пиви на личном счете. Ну, опять-таки, вот смотрите, вот как раз, чтобы получить полтора миллиона, да, у вас есть 3 миллиона в меньшей ветке, пройдет предыдущий месяц, то вы можете спокойно складывать полтора миллиона. то есть, за счет товарооборота, да, группового, вы тоже можете повышать свои, ну, как бы, свои степы, так скажем. Если у вас на личном счете или попрошу 3 миллиона, полтора миллиона, будем брать полтора миллиона влево, полтора миллиона вправо, тогда выплата у вас 14 400, ну, это 200 долларов, да. И опять-таки, каждый день, если у вас полтора миллиона по левой прошло, 300 прошло по правой, то вы получите 7500. Если у вас, ой, 3500, извините, если у вас по правой ветке прошло полтора миллиона, по левой 700 тысяч певит, то вы получите 7200. Ну, если у вас так удачно каждый день складывается полтора миллиона, влево, полтора миллиона вправо, то у вас 14400. Вот здесь надо понимать, что это у нас каждый день потом складывается. То есть у вас каждый день он сначала будет один раз в неделю 3 600, потом два раза в неделю по 3 600, а потом вы не заметите, как у вас 700-700, полтора-полтора срываться начнется. Это все зависит от вас и от вашей работы. Следующий этап у нас это эксклюзивный дистрибьютор. У меня здесь 2 миллиона 400. Вот смотрите, так как я мастер Шаронской розы, у меня 2 миллиона 400 и больше, ну, как вам сказать, у меня нету нужды закрывать, повышать свои покупки на своем личном счету. Поэтому я только покупаю мыло один раз в полгода, чтобы меня не терминировали. Смотрите, здесь мы все на равных. Новичок, империал, если он не прокупится на свое личное IT, он просто терминируется. Поэтому это у вас, мы знаем, что мы состоим, 95% мы состоим из привычек. и вот если вы ведете эту привычку покупать два раза в год на себя покупку делать, да, то есть вы к этому я не поняла вопроса, если на личном счете, например, меньше 300 тысяч, нет, там вот именно идет, ты не можешь перескочить, вот именно 10 тысяч пили, 600, 300, вот такая, миллион 400, и тогда ты делаешь, ну как бы у тебя складываются степы по 700 тысяч, если меньше 300, нет, ну поэтому есть, ну как бы резон все-таки догонять до 300, потому что мы только знакомимся, только познаем продукцию потихоньку, через продажи, можно же продать соседям, знакомым, друзьям, которые не хотят регистрироваться, то есть нет, здесь нет, если меньше 300, вы не сможете закрыть степ на 700, то есть обязательно, обязательно, чтобы на 300 тысяч PV было на личном счете и 1 миллион 400 поменьше ветки. Вот 2 миллиона 400 на личном счете, если у вас в левой ветке прошло 2 миллиона 400, по правой ветке 2 миллиона 400, то, повторюсь, у вас около 22 тысяч, 250, 250, 300, да, около 300, около 300, да, ну, около 300 долларов, это сутки, да, то есть мы один раз в сутки можем складывать свои степы, смотрите, вот здесь, я, я думаю, что вы вот это все запомнили, дальше, если немножко вам объясню, смотрите, мы можем складывать 6 степов в неделю, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, воскресенье у нас является выходным днем, но у нас или днем и ночью, да, у нас у каждого там разное, да, это время, кто-то в США у них уже день, у нас уже рочь, да, поэтому круглосуточно работает сайт и, конечно, без выходных как распределение идет в период. Смотрите, мы знаем, что у нас есть покупка плюс один день, минус один день и этот день, поэтому в воскресенье вы можете совершить покупку как от пятницы, догнать, посмотреть свои периоды, так от субботы и так от понедельника. перри воскресенье распределяются следующим образом, до 18 Москвы, я сейчас говорю все в московском времени, потому что, по-моему, у нас с вами разница в два часа, насколько я помню, да, в три часа, в три часа. В три часа. То есть, я ориентируюсь по Москве, а вы прибавляете там плюс три. До шести вечера все идет на субботу, после шести вечера все перейдут на понедельник. То есть, если после шести по Москве произошла покупка, эти перейдут на понедельник. И считаем, у нас понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота прошли степы, каждый день триста-триста. Идет суммарно со среды по вторник считаются все степы и через вторник вам плачеваются. Поэтому у нас каждый вторник потом идут вознаграждения за шесть степов, которые были у нас со среды по вторник. То есть, все считается, все суммируется ровненько. И когда вы заходите в мой кабинет, там у вас будет видно. Прям зайдите, посмотрите, если у вас появилась буковка «М» оранжевая, вы нажимаете на нее, у вас выходит либо это спонсорские вознаграждения, либо это мастерские вознаграждения, либо это комиссионные центры. То есть, все прозрачно, все понятно, там все очень четко работает. Когда 2 миллиона 4, 22 тысячи, И опять, смотрите, при тех же условиях. Если у вас 2 миллиона 400 наличных здесь прошло 6 миллионов и по левой и по правой тоже 6 миллионов, то у вас вознаграждение около 38 тысяч. Это около 500 долларов. И опять я повторюсь, в день и тоже не устану говорить, если у вас здесь 6 миллионов прошло, а здесь прошло 2 миллиона 400, то у вас 22 и так далее. То есть, если сложился 6 миллионов на 300, то у вас вознаграждение будут 3 с половиной тысячи рублей. Здесь это непреложное правило, то есть, все идет по меньшей ветке. Если у вас прошли вознаграждение, прошли какие-то товарооборот, как 20 миллионов влево, 20 миллионов вправо, то у вас уже 58 тысяч около и это будет около 800, да. и вот как раз, что нам рассказывал, ограничение 50 миллионов влево, 50 миллионов вправо, вам выплачивает станут 75 тысяч в день. Ну, это около полутора тысяч, ну, около тысячи, да, около тысячи долларов. как раз вот нам, вот это и есть ограничение, мы не можем заработать более 35 процентов от всей структуры, 35 процентов они приходятся на нас с вами. И вот как раз нам Султан об этом говорил. Классика сетевого. Здесь вот кто успел, тот и съел, так скажем, стал в нужное время, в нужном месте, либо он, не знаю, вот он такой супермен, да, сетевый, их 1 процент, как обычно бывает, на них приходится 55 процентов прибыли. А здесь вот люди, которые бегают с каталогами, ну, не знаю, там, что они делают, ну, работают, трудятся, в принципе, очень хорошо работают, да, их 99 процентов, ну, на них приходится 45. То есть на 1 процент приходится 55 процентов от прибыли, а на 99 всего 45. И если здесь, например, уменьшился хотя бы на 1 процент, то тогда маркетинг-план меняется. Вот здесь это тоже наше преимущество, что скоро нам 12 лет маркетинг-план ни разу не менялся, да, то есть такая она стабильность, да, и которая, ну, действительно, это гарантия того, что здесь все по-честному, здесь надолго и навсегда. Как же это происходит в Атоме? У нас есть точка вот как раз по Рокфеллеру, который, кстати, мистер Пак Хангиль об этом и говорил, что это его любимая фраза, да, что Рокфеллеру, почему он так и пришел именно к 50 тысячам долларов, да, вот у нас эта точка. здесь все встретятся, вот у нас с вами степь, да, допустим, у нас 2 миллиона 400, здесь у нас прошло 200 миллионов влево, перед 100 миллионов вправо, да, у нас закроется степь по 50 миллионов, 75 тысяч нам выплатили, да, а остальное куда пошло, остальное все пойдет вниз. Вам выплата прошла, остальное все идет вниз к нижним партнерам. И поэтому это нам и дает вот эту уверенность в том, что здесь не обмануть, здесь вот здесь вот не надо, нам не поменяют, потому что все спускается вниз к нижним партнерам. И, например, мистер Рим пришел в 2009 году, да, он достиг этой точки 50 тысяч, Юрий пришел в 2019 году, он тоже достигнет здесь точки, я тоже 2019 достигну, в 20 наследочка пришла, активно заниматься стал. Она тоже, так как она идет, мы помним, да, что наши мысли материальны, и если вы чего-то желаете, вы обязательно к этому придете. Вот здесь в этой точке встретимся каждый из нас, если мы не остановимся. Наша основная задача не остановиться, а двигаться дальше. Не смотрите на то, что вам говорят, не сомневайтесь в себе ни в коем случае, потому что вы сами, не кто-то барьеры вам ставит, а вы ставите, да, с отказами не вам человек барьер поставил, а вы себе барьер поставили. И раз он отказал мне, значит и другие откажут. Это ваш барьер, и надо уметь просто не бороться с ним, а преодолевать это. А каждый отказ это наш опыт, это наш профессионализм. Поэтому на это наоборот надо смотреть с такой положительной стороны, да, и наоборот искать отказов. Вот когда вы ищете отказы, вы интенсивно начинаете развиваться. Когда вы находите возражения, находите ответы на эти возражения, вы становитесь экспертами и профессионалами. Поэтому не бойтесь этого, а разрываетесь. Вот такая история. Вы еще не устали от меня? Вам мастерски надо рассказывать? Нет, все отлично, слушаем внимательно все. что они уже устали от меня, и как бы хотели бы отдохнуть от меня. Кто-нибудь из Казахстана? Нет, все отлично, интересно прямо это. Записываем тоже. Знаете, как я вам сейчас скажу? Я вам расскажу мастер продаж. Быстренько мы пробежимся, потому что, но времени на меня не хватит, потому что видите, как долго все рассказываю. Мы с вами как-нибудь следующие встретимся, и я вам все это расскажу на мастерских. Мы прямо остановимся подробно, я вам расскажу, потому что это действительно карьерный рост, но почему я хочу вам рассказать о мастере продаж? Потому что это самый главный, самый основной, и наш, так скажем, кирпичик. Если посмотрите, как сказать, если вы посмотрите наш маркетинг план, все основывается на мастерах продаж, где они стоят, в каком месте, грамотно они стоят или нет. Наша основная задача – научился сам научить других, как стать мастером продаж, чтобы тебя продублицировали, чтобы ты научил их это делать. Как ты прошел этот путь, расскажи другому. Пусть эти четыре человека пройдут точно такой же путь, и ты поднимешь свою квалификацию, так скажем. так как у нас есть семь этапов мастерства, это мастер продаж, бриллиантовый мастер, мастер шаронской розы, стар мастер, royal мастер, crown мастер, империал. Все равно, даже будучи империалом, нам кто нужно обязательно? Обязательно нам нужны мастера продаж. Если мастера продаж не будут у бриллиантов, бриллиант не получится, понимаете? Если его не будет, мастеров продаж не будет у шарона, то не получится бриллиантов, он естественно не придет к шарону. Поэтому самое основное, грамотное построение структуры, о котором я говорила, и самое основное, это мастер продаж. Это вот такая вот наша, такая ячейка, у нас такой кирпичик наш, который мы должны вот, ну, воспитать, взрастить, как хотите это называйте, но это ваша основная работа перед тем, как вы начинаете расти выше, выше и выше. То есть вы у бриллиантов все равно будете интересоваться, вот я мастер шаронской розы, я у своих бриллиантов интересуюсь, кто у меня там мастера продаж, и я своих героев знаю в лицо, серьезно, да? То есть каждую свою звездочку я знаю, кто у меня бриллиант, кто у меня мастер, кто у меня пойдет на мастера, то есть вот это немаловажно. Что нам надо сделать, чтобы был мастер продаж? Помните мою историю о том, что я говорила, на 300 тысяч пиви больше не стоит вам делать, пока вы не поймете, что у вас действительно начинает складываться 700-700, а мы помним, что если у нас хорошо идет товарооборот, 1 400 и все, мы можем закрывать степы по 700, это не проблема. Но смотрите, здесь такой есть плюс. У нас на личном счете 300 тысяч пиви, да? для того, что у нас важные понятия есть как периоды. Период с 1 по 15 до 6 утра 16 числа, да? Так, давайте я напишу 16 числа 6 часов утра, понятно будет, что не по 15, а вот до 6 утра мы можем складывать, то есть свои степы, они будут вот свои пиви докидывать, смотреть до 6 утра. И здесь также 16 числа по конец месяца, ну пусть это будет конец месяца 31, до 1 числа до 6 утра московского времени. Значит, у вас там 3 ночи, да? Или плюс 3? Плюс 3 у них. 9 утра. 9 утра, значит, у вас до 9 утра. Лучше не так и рисковать. Да, но мой тоже совет, как мы вот здесь все, это самое, ну бывает, знаешь, бывает, ну это в крайнем случае, но постарайтесь, когда вы идете на мастерство, все-таки укладываться, там вам 8-9 степов, да, чтобы стать мастером продаж, вполне достаточно, постарайтесь, чтобы, это когда впервые вы становитесь, а там уже идет по накатанной, вы смотрите, я всегда все равно делаю 15, 15 часов, 6 часов вечера, так скажем, контрольный выстрел, смотрю, что у меня и как, ну, чтобы посмотреть, подсказать, у кого что идет не так. Я, в принципе, уже приблизительно знаю, у кого что идет. Смотрите, если у вас по левой ветке прошло 2,5 миллиона пиви, с первого по 16 до 6 утра, ну, по 15, давайте не рисковать, такие новички, то есть вы можете подкорректировать до 6 утра. И 2,5 у вас прошло, а вот здесь у вас прошло 2,100. Я, чтобы объяснить, почему. Смотрите, когда у вас вот такая история, то вы сюда на личный счет 400,000 пиви положите. То есть вот вы знаете, что вы уже начали на мастера идти, вот в тот момент вас это догоните до 700,000, потому что вот эта сумма, она автоматом вам здесь приплюсуется. То есть у вас на расчетном счете, на вашем личном счете станет 700, но автоматом у вас прибавится эта сумма. Например, у вас прошло 300,000, вот обязательное условие, чтобы 300,000 пиви обязательно должно пройти в товарообороте. И вы на свой счет закинули 2,200, а здесь у вас прошло 2,5, вы становитесь мастером продаж. Но не рекомендую это делать. Почему? Потому что мы здесь пришли за вознаграждениями, чтобы мы заработали. Если вы такой сделаете доход, ну бывает так, что ну ситуация, когда ну патовая и мастер продаж, ну вот прям очень нужно, иначе все посыпется как карточный домик, это можно принять. Но мы все пришли за вознаграждениями. Смотрите, если у нас сложится один степ всего, да, 2,5 на 300, мы получим всего 3,600, да, спонсорских вознаграждений. Это мало, согласитесь, безумно мало. Поэтому рекомендую просто закидывать, вот не хватило вам там сколько-то, да, старайтесь идти прям степами. Пусть у вас будет, мы можем сложить от 12 до 13 степов, да, у нас так как может выходные немножко так скоситься и быть там от 12 до 13 степов мы можем сложить. Идите шагом 300-300. То есть вы сделаете себе план, кто у вас купит, кто у вас, что у вас есть. Но все-таки какая-то своя база, у своих клиентов, своих покупателей у вас есть. И вы делаете, смотрите, у вас складываются степы. От 8 до 9 степов у вас сложится. Но я беру всегда так, как я не очень сильна в математике. Будем считать так, как легче. 10 степов у вас сложилось по 3,600, да. 36 тысяч. И за то, что вы выполнили условия мастерства, вам еще выплата 27 тысяч. Ну вот смотрите, здесь тоже, здесь от чего она зависит? От того, сколько мастеров в этот период вышли. Сколько мастеров в продаж в этот период вышли, да. А так и на всех делится 20% от мастерских вознаграждений. 10% идут именно на мастеров в продаж. Поэтому где-то 63 тысячи. Это сколько у нас за? Ну где-то 9 тысяч, да. 7,7,6. Ну где-то около 900 долларов. И это за две недели. Ну я так грубо говорю. Смотрите, здесь же у вас плюсуют, у вас еще же спонсорские вознаграждения идут. И плюс мастерские вознаграждения. То есть если мы говорим, что 300-300 у нас отсчет пошел по новой, да. То мастерские, они все две недели суммируются. Все ваши, весь ваш товарооборот за эти две недели. То есть вы заходите, смотрите во вкладочку продажи моей группы, выбираете период. Там, кстати, есть с 1 по 15, либо с 16, когда заходите. Например, сейчас у нас уже идет 16 по 30 число, да. То есть вы заходите, вы видите. И вы видите, как у вас товарооборот левой ветки, товарооборот правой ветки показан. Вы, в принципе, зашли и посмотрели, где-то поднадужились, делаете, как вам сказать, ну где у вас хромает, ну делаете дополнительные звонки, дополнительную рекламу. Ищите бегаете, как я и говорю, мастер продаж. В принципе, это вот забег одиночки. Но если он в команде, и он такой важный кирпичик, то все вместе, да, подсказки мы рассказываем, объясняем, обучаем. И смотрите, планируйте делать 300-300. Почему я рекомендую? Опять-таки наше вознаграждение. Сумма наших вознаграждений – 3600, да. Смотрите, если у вас, я имею в виду, ну как… Ну я не знаю, просто мастера продаж – это быстро, да, быстро такой шаг. Обычно структура не особо такая большая, которой не… ну чаще всего надо очень хорошо поработать, чтобы сложился степ 700-700. И если, смотрите, вы идете шагом, здесь вы можете 10 сложить, да, степом, а если вы идете там 700-700 при маленькой, да, при небольшой структуре, то у вас, смотрите, сумма вознаграждений – 7200, да. Но если мы сделаем два шага по 3600, у нас те же 7200, но при этом 100 тысяч пиви с каждой стороны экономятся, понимаете, вы можете таким образом заработать. здесь вам потребуется 4 шага, да, ну, 4 и предстеп. 4 шага по 7200, ну, 28, 28 400, да, 28 800 получается, да. Да, 28 800. То есть здесь 36, а здесь у вас получится 28. То есть все равно вот эта разница в этих, и вы будете бежать, торопиться, у вас может, знаете, где-то не так плюсануть, будет 700 на 300, и это тоже не очень хорошо. Поэтому, когда вы только становитесь мастером продаж, и у вас небольшая структура, но вы очень хотите, у вас много покупателей, да, вы можете, своих покупателей очень много, вы можете, в принципе, завести себе карточку клиента, как я говорю, и смотреть, кому можно позвонить, кто у вас в этот момент купит, с кем надо отработать, и идти шагом все-таки 300-300, потому что, когда вы идёте на бриллианты, там у вас шаг. При правильном построении структуры опять, возвращаясь к своему началу, если у вас правильная структура, то у вас очень экономично получается, и все друг другу помогают, да, поэтому смотрите сами, и на что у нас остаётся? Химохим, Ивминг и Фэй. 16-400 у нас ещё уходит на подарки на промоушен, поэтому в тот момент, когда вы станете первый раз мастером продаж, вы заработать можете, но у меня девочки зарабатывают где-то от 55 до 63, трёх и выше могут, если, конечно, вы уже у вас аж-то мастерство, там уже другие суммы, и совсем другая история, поэтому ваша самая основная задача не бегать сумками, ваша основная задача завести в интернет-магазин, не делайте бизнес онлайн, бизнес он оффлайн, да, то есть не работайте курьерами, ищите людей, подписывайте и приучайте их к интернет-магазину, потому что именно это даст вам пассив и, ну как вам сказать, и облегчит вашу жизнь, так скажем, да, не работать курьером, потому что у нас люди, когда мы только начинаем, мы всем говорим, и все потом говорят, ну тебе же легче, ты там купил, привези, тебе что стоит, да, поэтому сразу регистрируйте, потому что здесь, знаете, что важно? вот здесь важно автопокупатели, когда у вас есть автопродажи, вы становитесь каждый период автомастером, нам не надо много людей, у нас 700 тысяч на личном счете, и у нас 25, да, 25 человек влево, 25 человек вправо, которые каждый день, да, делают, ну как бы, каждый из них, вот есть правильно распределить, да, там 3 человека в день, да, допустим, делает, покупает по 2 химахима у вас, да, и вы сможете набрать товарооборот 2,5 миллиона пиви влево и 2,5 миллиона пиви вправо, если они вот эти две недели у вас покупают на 100 тысяч пиви. если у вас 50 человек влево и 50 человек вправо, при умелой и грамотной работе вы можете стать автомастером. здесь важно, конечно, важно количество, потому что мы должны всех перелопатить, да, чтобы, ну, из тысячи человек, ну, пусть 100 человек у вас придет на автопокупки, потому что многие будут покупать один раз в полгода, кто-то будет один раз покупать в месяц, да, ну, и чтобы у вас вот 50 человек было влево, 50 человек было вправо в ваших покупателей, которые вы контролируете, которых вы можете посоветовать и которым доверяют вам, и они потом постепенно заходят сами в интернет-магазин и начинают покупать и покупать это постоянно, и это вот что касается тех людей, которые первый раз пойдут на мастерство. Запомните всегда, навсегда о себе, что мы гении, мы все творческие люди, у нас у каждого из вас есть творческий подход, к тому или иному делу. Я хочу, чтобы вы росли и развивались, строили у вас огромные структуры, а это, знаете, деньги здесь, в атоме, это как непреложное действие, понимаете, оно все равно будет. Хотите вы того или не хотите, если вы не останавливаетесь, если вы идете вперед ни на что не смотря, да, у вас обязательно все получится. Потому что, например, если вы сделали 100 шагов и разочаровались, ну вот ничего не получается, вы же не знаете, а вдруг 101 именно тот бриллиант, который вам нужен. Поэтому самое главное не остановиться, самое главное наметить себе, написать свою жизнь на сценарий, поставить себе все точки над «и», когда вы хотите, как вы это будете, запишите себе своих покупателей, и отрабатывайте с ними, работайте каждый день, и обязательно все… Мы сюда для чего пришли? Да? На пассив. Как Роберт Киосаки сказал, если вы хотите стать успешными, обязательно ищите там, где есть пассивный доход. А в атоме реально все и возможно все. Так что я вам желаю длинных денег, больших структур, огромных чеков и всего вам самого наилучшего, растите и развивайтесь. Помните, барьеры у нас в голове. А мысль, сила мысли настолько реальная, что все, что вы задумали, обязательно сбудется. Сегодня, кстати, я прочитала, что ученые доказали, что мысли могут менять ДНК. То есть даже настолько мысль, сила мысли возможно. Поставьте себе план, нарисуйте себе… Вот возьмите сегодня те, кто меня слушают впервые, потому что те, кто слушает не первый раз, уже не один раз это… Делали эту домашнюю работу. Нарисуйте себя тем, кем вы хотите видеть. Если вы хотите видеть в скором будущем себя мастером Шаронской розы, пропишите, поставьте людей, посмотрите, сколько мастеров продаж вам нужно, повизуализируйте, отправьте свои мысли во вселенную, и вы увидите, как все это начнет сбываться. Ну все, с вами была Ирина Найден. Мне было очень приятно с вами пообщаться, всех вас увидеть. Я вас люблю. Всем. И… Следующий спикер у нас… Матина. Матина, да, я так понимаю, я посмотрела, что она бьюти эксперт. Я вам предоставляю слово. Спасибо большое, что были с нами. Спасибо большое, было интересно. Добрый вечер всем. Меня зовут Матина. Я учительница английского и немецкого языка в международной школе по совместительству агент компании Atomy, а также являюсь бьюти-блогером в течение шести лет уже. Поэтому именно косметика Atomy меня заинтересовала. Поначалу это было… Я пробовала на себе косметику, чтобы рассказать людям, что это за бренд, как она работает, работает ли вообще эта косметика или нет. И, получается, первая моя покупка, не покупка, а подарок от моего спонсора, это был солнцезащитный крем от Atomy с SPF 50. Я приготовила тут презентацию. Хотелось бы поделиться сейчас и ввести, если получится сейчас. Вам видно, да? Да, видно, Матина. Хорошо. Так, сегодняшнюю тему я выбрала – важность использования солнцезащитного крема, потому что почему-то в наших странах СНГ именно пренебрегает использованием солнцезащитного крема и вообще не понимает, зачем им нужно пользоваться. Многие люди, когда приходят в компанию Atomy либо в косметику, когда покупают, спрашивают у нас обеливающий крем. Но залог светлой кожи без пигментных пятен – это солнцезащитный крем. Поэтому я выбрала сегодня тему солнцезащитного крема. Так, что такое солнцезащитный крем? Во-первых, это SPF, расшифровывается как Sun Protection Factor – фактор защиты от солнца. То есть вся защита от солнца сводится, собственно, либо к физическому фактору – отражению лучей от поверхности кожи, либо к химическому их поглошению. То есть есть два фильтра, которые защищают нас от солнца. Это у нас физические фильтры два, которые у нас есть, например, диоксид титана и оксид цинка, который имеется в солнцезащитном креме Atomy. Вот здесь, получается, оба фотостабильные, погащают и блокируют UVB и UVA лучи. Как мы знаем, солнечные лучи, они в зависимости от излучения, они делятся на два типа. UVB, получается, более легкие, UVA – лучи, которые прямо попадают в эпидермию и уже, получается, вредят нашему эпидермису, который уже вследствие кожи уже начинает стареть. Так, в составе именно физического фильтра у нас есть оксид цинка, которая используется именно при проблемной коже, можно использовать для проблемной кожи. Так, химические фильтры, почему они так называются? Потому что они идут очень мягкие, глубоко проникают в эпидермис кожи и блокируют ту часть лучей, которые не смогли отразить физически. То есть физические фильтры – это когда, вот, например, вы пробовали европейские солнцезащитные крема, они бывают очень такие белые. То есть она остается на коже, на поверхности, как пленка. То есть именно это получается физический фильтр. Она получается именно когда, чтобы лучи не доставали, то есть не в резиденции, мы именно пользуемся химическими фильтрами. То есть в солнцезащитном креме «Атоми» у нас есть и химический, и физический. То есть это, можно сказать, самый лучший солнцезащитный крем. Так, вред солнцезащитного крема, ой, солнечных лучей. Например, если у вас очень бледная кожа, и вы гарантированно покраснеете на улице, например, если остаетесь 10 минут под палящим солнцем. То есть если вы купили солнцезащитное средство с фактором 30, это продлит время сгорания до 300 минут. Но это только в теории. Под воздействием внешних факторов это, может быть, светоотражающие или защищающие кожу вещества могут стираться. То есть либо смываться, либо испаряться. Поэтому обновлять солнцезащитный крем нужно каждые 2 или 3 часа. Например, это может быть, когда вы идете купаться на море, либо в бассейне купаться, либо вы идете в горы под палящим солнцем. Тогда нужно каждые 2-3 часа обновлять солнцезащитный крем. Так, основные правила использования солнцезащитного крема. Во-первых, средства должно быть и достаточно. Мерная ложка СПФ – это крем должен лежать на коже плотным равномерным слоем, во-первых. Во-вторых, не течь, но быть ощутимым. Только тогда он даст необходимую защиту. То есть это именно мерной чайной ложкой получается 1-3. То есть именно вот такую вот дозу ежедневно мы должны использовать в уходе. Второе. СПФ не суммируется. Очень много вопросов задают девушки, женщины, когда покупают солнцезащитный крем. Они говорят, вот у меня есть BB крем, где есть СПФ 30, зачем мне покупать солнцезащитный крем СПФ 50? Разве они не суммируются? Если я куплю СПФ 30 плюс еще СПФ 50 солнцезащитный крем, то у меня должно быть 75. Но, к сожалению, это так не работает. То есть BB крем быстро впитывается в кожу, и мы BB крем не наносим много на лицо, поэтому и не обновляем каждые 2 часа. За счет этого кожа может быстро повредиться. Поэтому под BB крем мы всегда используем солнцезащитный крем. И третье. Солнцезащитные средства надо обновлять каждые 2-3 часа, которые я уже сказала. Естественно, это в основном летом или когда мы едем путешествовать в другие теплые или жаркие страны, когда мы едем отдыхать, обязательно нужно использовать солнцезащитный крем. Это может быть солнцезащитный крем, это может быть солнцезащитный стик, это может быть эссенса, все зависит от типа вашей кожи. Четвертое. Смыть санскрин также важно, как и нанесение его. То есть вы нанесли солнцезащитный крем, его обязательно нужно смыть. Это не только взять, допустим, пришли домой и взяли пенку и смыли лицо. То есть мы обязательно должны использовать сначала дипкмессер, который у нас есть, evening care, наборе в вечернем, а также либо гидрофильное масло у нас есть, либо у нас есть мицеллярная вода. То есть в зависимости, опять-таки же, вашей кожи, либо в зависимости вашего предпочтения вы берете сначала очищаете мицеллярной водой, а потом уже пенкой. То есть его нужно глубоко очищать, потому что, как мы сказали, в солнцезащитном креме атомы есть химические фильтры. То есть они глубоко проникают в эпидерминс, поэтому, чтобы все это смыть, остатки макияжа, все пыль, которую мы на улице, газы, которые все у нас на лице остается в течение дня, то есть забиваются поры в порах, это нужно смыть. Так, и солнцезащитные средства компании Атоми. Солнцезащитные крема, то есть в Атоме есть двух видов. Это солнцезащитный крем с защитой SPF 50+, PA+++, в двух оттенках идет, это белый и бежевый, то есть с тоном. На второй фотографии вы видите BB-крем и солнцезащитный крем. Так, следующий у нас есть, а также хотелось бы указать именно на состав солнцезащитного крема. В солнцезащитном креме здесь именно есть центелла азиатская. Центелла азиатская, как вы знаете, очень популярный ингредиент в последнее время именно в азиатском уходе. Это корейский уход, японский уход, потому что центелла азиатская, получается, омолаживает кожу, успокаивает кожу, питает кожу. Помимо этого осветляет и питает, то есть при этом не оставляет липкости на коже. Поэтому обязательно я всем советую солнцезащитным кремататами даже для людей с чувствительным типом кожи. Например, у меня чувствительный тип кожи, я этим солнцезащитным кремом уже пользуюсь три года и ни разу не было проблем именно с кожей. Наоборот, моя кожа быстрее заживлялась разными рангами, получается, и у меня никогда не было пигментных пятен. Так, следующее. Следующее у нас, а также есть санстики, предоставленные у нас на российском сайте, если я не ошибаюсь. Сейчас у нас только предоставлен санстик для чувствительной кожи. Он очень удобен в использовании. Также в составе есть центелла азиатская, потому что центелла азиатская, можно сказать, самый главный ингредиент и основа всей косметики атоми. То есть если вы посмотрите на уходовую косметику атоми, вы везде встретите центеллу азиатскую. Центелла азиатская также снимает раздражение, поэтому для людей, у кого проблемная кожа, они смело могут использовать санстик. А второй санстик, который указан с правой стороны, с синим оттенком, это для людей с жирным типом кожи. То есть его можно либо использовать для женщин с жирной кожей, либо для тела можно использовать, а также можно использовать мужчинам. То есть солнцезащитный крем – это универсальное средство, которое можно использовать мужчинам, женщинам, а также детям. Как вы знаете, солнцезащитный крем можно использовать уже с рождения. А также у нас, я тут не указала, но в Атоме есть солнцезащитный крем для малышей. Она идет как больше молочко, а не крем. А также у нас есть следующая, вот в этом году у нас вышла такая новинка, Атоми Саншилд Кушон. То есть солнцезащитные средства в виде кушона, очень удобное и очень такое красивое, можно сказать, эстетическое средство, которое можно всегда носить с собой в сумке. То есть это средство по консистенции идет легче, чем... Его можно использовать людям, в принципе, для всех типов кожи, оно идет без запаски. Так, следующее у нас солнцезащитная эстенция, то есть эстенция крема Атоми Абсолют. Как вы знаете, серия Атоми Абсолют, она предназначена для возрастной кожи. Но, в принципе, серия Абсолют можно использовать с возраста 25+, потому что состав серии Абсолют очень такой шикарный, можно сказать, работает именно на молекулярном уровне. То есть потому что там пептиды имеют нано, получается, именно разработаны через нанотехнологии. Поэтому она глубоко проникает в кожу и очень хорошо, то есть эффективно работает на коже. Разница эстенции тут, получается, только по консистенции, можно сказать, идет чуть жиже, чем крем, солнцезащитный крем, а также имеет персиковый оттенок. Придает коже сияние, а также можно использовать для всех типов кожи. Так, что дает использование СПФ-крема? Я с этим вопросом сталкиваюсь каждый раз, потому что многие женщины, девушки покупают только кушоны или же BB-крема, либо тональные средства только из-за того, что там есть СПФ-30 или СПФ-15. Поэтому я всегда даю аргументы и рассказываю именно, почему нужно использовать солнцезащитный крем. Здесь, получается, я нашла пять основных причин, по которым нужно использовать солнцезащитный крем ежедневно, круглый год, вне зависимости от погоды, можно сказать, от сезона, а также от пола. Либо женщина, либо женщина. Не слышишь? Не слышишь? Следующее, получается, солнцезащитный крем защищает вашу кожу от ультрафиолетовых лучей. Как вы знаете, истощение озонного слоя увеличивает риск повреждения солнцем вредными ультрафиолетовыми лучами. То есть именно солнцезащитный крем, она блокирует вот эти лучи, то есть вероятность получения ожога снижается максимально. Поэтому всегда нужно наносить солнцезащитный крем. Так, следующее. Это снижает риск рака кожи. Рак кожи – это, можно сказать, самая распространенная форма рака именно в Соединенных Штатах Америки. Можете, пожалуйста, ответить, почему именно в Америке рак кожи так популярен? Не популярен, а распространен. Большой, то есть распространен. Привет, Мадина. Я думаю, из-за того, что они очень любят загорать. Они очень часто выходят на пляжи, да, именно загорать. Да. То есть, да, это правильный ответ. Как я знаю, я уже работаю 9 лет в международной школе именно с американцами, с канадцами. Они, во-первых, любят загорать. Во-вторых, они никогда не используют солнцезащитный крем. Именно, если вы не замечали, у многих иностранцев есть веснушки. То есть, это, конечно, зависит от контингента, где они живут. Во-вторых, они не защищают кожу. Это уже получается, когда появляются именно пигментные пятна на лице. Либо веснушки – это начало пигментных пятен. То есть, оно – это выделение меланина. То есть, когда меланин превышает количество, которое должно быть в организме, именно в коже, вот тогда уже появляется рак кожи. Поэтому не забываем использование солнцезащитного крема. Следующее – это предотвращает преждевременное старение кожи. То есть, вот этого мужчину, про этого мужчину я писала пост еще пять лет назад. Но только в этом году очень многие блогеры начали именно по этой теме, так скажем, хайповать. Говорить, что… Почему? Так, расскажу, почему. Этот мужчина является водителем грузового машины. И он в течение 25 лет работал именно водителем грузовой машины. То есть, если вы посмотрите, лицо с левой стороны не такое уж и старое, морщинистое. С правой стороны, то есть, кожа очень такая морщинистая, очень такая старая. Это все получается из-за солнца. Это уже повреждение именно кожи. Это может быть и даже начало рака кожи. Еще исследования показывают, что у тех, кто в возрасте до 55 лет регулярно пользуется солнцезащитным кремом, вероятность развития этих признаков старения на 24% ниже, чем у тех, кто этого не делает. Так, теперь у меня вопрос. Вы когда-либо задумывались, почему у кореанок, либо у японок, вы когда вот смотрите сериалы разные, у них, даже если они в возрасте 40 или 50 лет, кожа все равно выглядит молодой? Почему они не стареют либо? Вопрос такой. Защищает твою кожу от солнца? Да, это правильный ответ, потому что они пользуются солнцезащитным кремом ежедневно. То есть, солнцезащитный крем, он не просто защищает кожу от солнечных лучей, а также предотвращает старение. То есть, можно молодеть с каждым разом при использовании солнцезащитного крема. Следующее. Он помогает поддерживать ровные оттенки кожи. То есть, если вы используете солнцезащитный крем, у вас кожа будет ровного тона и гладким. При этом будет и сиять. То есть, для людей, кто будет всегда использовать солнцезащитный крем, не понадобятся обеливающие средства для лица. Так, так как я упомянула уже про рак кожи, тут еще интересный такой момент. Оказывается, у людей, у рыжих людей, можно сказать, у кого рыжие волосы, у них шансы на рак кожи выше, чем у обычных людей. Потому что кожа у них оказывается очень тонкая и быстро воспринимает солнечные лучи. За 10 минут они под солнцем, они оказывается могут получить солнечный ожог. Поэтому солнцезащитный крем нужен всем. Ну, естественно, для рыжих людей тем более. Так, в принципе, у меня уже закончилась презентация. Если у вас есть вопросы, можете задать. Я постараюсь ответить на все вопросы. Вопросов нет, да, кажется? Спасибо за огромное, очень познавательная информация. Просто супер. Вы умничка. Спасибо. Так, я все-таки покажу, сколько солнцезащитного крема нужно наносить. Вот солнцезащитный крем, да? Именно на два указательных пальчика, вот так вот, ВИ. Мы знаем, да, корейский вот этот ВИ. Можно вот так нанести, и этого хватает на все лицо. И вот таким образом можно наносить солнцезащитный крем на все лицо. А также, кстати, еще такой вот момент, можно сказать, лайфхак. Солнцезащитный крем еще нужно наносить на руки. Потому что руки у нас всегда под солнцем. Мы можем надеть очки или шляпу, да, головной убор. Но именно руки у нас всегда остаются без защиты от солнца. Руки тоже стареют, и руки всегда показывают нам, сколько нам лет. Поэтому, да, наверное, это понадобится именно женщинам. Все на этом, все. Спасибо большое. Спасибо, Надина. Спасибо большое. Я думаю, мы передадим эстафету нашей Ирине Цой. Добрый день всем. Особенно очень рада приветствовать партнеров из Казахстана, потому что я вообще родилась в городе Талдыкургане. И вот эта встреча для меня, это такое, вы знаете, как привет из дома пообщаться с вами. Я в компании Адами недавно, и каких-то особенных легалей у меня нет. Но я врач, по первому образованию гинеколог, по второму дерматокосметолог. Поэтому мне очень понравилась, Надина, ваша презентация. Она шикарная. Вы так все детально, подробно очень рассказали. Я думаю, что всем, кто сегодня слушал вас, и кто будет слушать, может быть, записи, это было крайне полезно и излучало очень убедительно. Благодарю вас еще, да, от себя. И сейчас я хочу вам представить презентацию, которая посвящена нашему и моему любимому продукту, которым является Химохим. Всем известно, что это бестселлер компании Адами. Собственно, с него началась такая длинная, очень красивая история и шествия компании во всем мире, не только в Корее. Всем известно, что на разработку... Химохим был разработан Ании Атомной Энергии Республики Корея по государственному заказу и на разработку вот этого удивительного, я бы сказала, уникального совершенно средства ушло более 8 лет, более 5 миллионов долларов. И было исследование более тысячи растений, 10 тысяч различных сочетаний, проходило апробацию, поскольку нужно было найти самое эффективное сочетание и не просто компонентов, а именно количество этих компонентов, для того, чтобы помогать иммунной системе человека. Химохим официально признан в медицинских кругах. Этот слайд я собирала из разных источников. Что касается, вот не знаю, как в Казахстане, но во всяком случае, если говорить о России, то он внесен в справочник лекарственных средств России. Я думаю, что это такая очень серьезная заявка на и признание химохима, поскольку он оказывает не просто какое-то влияние на организм, как биологически активная добавка или, как написано, средства для питания, а именно как лекарственное средство, несравнимое ни с каким другим. Химохим внесен в справочник Медумру, в лекарственный справочник Геотар. Это справочник лекарственных препаратов, которым пользуются профессионалы. Я нашла упоминание о том, что в Национальном институте здоровья, есть библиотека в Соединенных Штатах, более 20 публикаций посвящено химохим. Но ни для кого не секрет, что 200 тысяч публикаций в открытой библиотеке Кореи есть посвященных также химохиму. Есть интересный ресурс pagmed.com, можете обратить на него внимание. Там забиваете в строке поиск химохим, и выходит очень много публикаций. Я обращалась по поводу приема химохима при различных ситуациях, когда мне задают вопросы партнеры. И, как правило, на любой вопрос находила ответ какую-то публикацию, абстракт. Правда, они на английском языке, но если кто-то не знаком с английским, соответственно, может пользоваться переводчиком. Ну и в конце концов, международный стандарт GMP тоже подтверждает историю такую, что химохим признан официально не просто в медицинских, а я бы сказала в врачебных кругах. Какие есть патенты и сертификаты? Здесь их 4 патента в Корее, 4 в странах Европы, в Америке, в Японии. И они касаются все изучения химохима на иммунную систему, его влияние на поддержание иммунной системы. Часть из них посвящена исследованию химохима и влиянию на пациентов с онкологическими заболеваниями. То есть достаточно серьезные исследования подтверждают. И, собственно, в результате этих исследований были оформлены патенты на химохиму как лекарственное средство. Какие же основные компоненты химохима? Они меня просто очень впечатлили, когда я стала изучать отдельно каждый из них. Меня как, в общем-то, врача со стажем. И первый из них – это дягель или дудник лекарственный. Его в народе называют женским женщинем. Чуть позже остановлюсь и расскажу, почему. На самом деле дягель содержит более 20 эфирных масел и более 50 различных компонентов. Это эфирные масла, это смолы, воздубильные вещества. И вот, в частности, фитоэстрогены, которые как раз и дают ему это название – женский женщинь. Также в составе листьев дудника – аскорбиновая кислота, кальций, фосфор, рутин. То есть вы видите различные витамины и микроэлементы. Какие же терапевтические эффекты дает дудник сам по себе? Это противовоспалительное и спазмолитическое действие. Обеспечивает мочегонный, патогонный, желчегонный эффект. Усиливает секрецию панкреатического сока, то есть нашей поджелудочной железы и бронхов. Дает антимикробные и отхаркивающие действия. Снимает спазм бронхов. То есть, как вы понимаете, все эти действия его очень уместны при как раз различных заболеваниях бронхолегочного дерева, в частности при пневмонии. Это и бронхиты, и пневмонии, и простудные вирусные. Это кардиопротективный эффект. То есть он организирует сердечно-сосудистую систему, центральную нервную систему, улучшает кровоснабжение всех органов, вынижает давление, защищает миокард, снижает уровень холестерина и снижает риск возникновения тромбов. Практически нет ни одного органа или системы, на которую дудник не оказывал бы определенное лечебное действие. Это гастропротективный эффект со стороны желудочно-кишечного тракта. И вот уже говорила эстрогеноподобный эффект. Особенно хочу обратить внимание женщин, которых, наверное, среди нас здесь много. Многие считают, что химохим, и в частности так написано, что для пожилых пациентов, ослабленных, каких-то еще. Но на самом деле вот тот эстрогеноподобный эффект, который дает химохим, способствует восстановлению гормонального баланса не только у женщин-взрослых, хотя и именно паузальных симптомов, при климаксе химохим зарекомендовал себя просто прекрасно. Но и для молодых девочек, у кого неустойчивый менструальный цикл, то есть только начинается восстановление менструальной функции, при дисменореи, когда они регулярные месячные, при выраженном предменструальном синдроме, в том случае, если необходимо повысить фертильность, либо есть болезненные месячные. То есть вот смотрите, женщины и девушки, такой потрясающий препарат, благодаря наличию вот этого компонента, есть у нас в нашем арсенале для того, чтобы помочь себе в разные периоды жизни, будь то период становления менструальной функции, либо следующий, когда мы задумываемся о деторождении, либо уже в момент угасания гормональной функции. Следующий компонент – это браздоплодник. Его называют еще в народе любовная петрушка. Скажу опять же почему. Потому что эффекты, которые дает браздоплодник, оказывает вернее на мужской организм, они имеют такое вот виагроподобное действие, ну про виагру все знают, наверное, да, то есть укрепляют мужскую силу, делают мужчин более активными, выносливыми в любовных делах, и кроме того влияют на их фертильность. Какие эффекты от браздоплодника? Это диуретический эффект, то есть способствует опорожнению почек, желчегонный эффект при желтоке, то есть когда идет застой, нарушение образования мочи, в частности, вот я попадала с ней статья на английском языке, когда при задержке мочи, острые, до трех суток. Препарат Химохим успешно справился с, в этом случае, и пациент, ну что называется, размочился, то есть пошла моча после острой задержки в течение трех суток. Это потрясающе, потому что на самом деле обычно в таких случаях уже помогает только гемодиализм. Ну и целый ряд вот эффектов, которые вы здесь видите, это и снимает спазм, и снижает давление, и расширяет сосуды, и дает седативный эффект. Кроме того, образоплодник дает более утоляющий эффект, поэтому какие-то головные боли, медленеподобные, которые ни с чем не снимаются, можно пробовать, рекомендовать и, собственно, снимать их приемом Химохима. Еще один компонент, это корень пиона, пион в переводе с латыни, целебный или врачующий. Пион, как бы все знают, красивый такой благоухающий цветок, но тем не менее, не все может быть в курсе, что он обладает совершенно потрясающим рядом лечебных свойств. Это и благодаря тому, что входят в его состав такие вещества, как алкалоиды, микроэлементы, вот здесь вот видите, целый ряд железа, марганец, кальций, медь, стронций, вис, нутхром, собственно, эти микроэлементы необходимы нам для кроветворения. И еще поэтому, наверное, Химохим можно рекомендовать, собственно, при анемии различного происхождения. Ну и, конечно же, здесь витамин С. Какие эффекты? Это и противовоспалительный, и противосудорожный. Кстати, за счет этого эффекта можно рекомендовать при судорогах, при спазмах в ногах Химохим, это поражение ЦНС, это эпилепсия, ну и, собственно, все те остальные эффекты, которые вы можете здесь увидеть. То есть очень хорошо он успокаивает, помогает при бессоннице, при гипертонии, опять же, ну и также защищает наше сердце и сосуды, снижая риск развития инкарктов и инсультов. А какие же, в общем, тут большой перечень эффектов я собрала от приема Химохима, и, конечно же, этот список не полный, понятно, что под номером 1 эффектом оздоровления иммунной системы, очищает кровь и лимфатическую систему, мягко нормализует давление, очищает печень, выводит вредный холестерин, то есть снижает уровень холестерина и, соответственно, является защитником от атеросклероза. Снимает синдром похмелья и, кстати, тягу к алкоголю. Если где-то перебрали с едой и не просто с едой, а еще и с алкоголем на какой-то вечеринке, то на следующий день 4-5-6 пакетиков Химохима вам помогут очень быстро восстановиться, снять похмелье и, собственно, все те неприятные ощущения от переедания, которые могут случиться. Борется с удоровыми, с онемением конечностей, в частности, после назначения химиопрепаратов у онкологических пациентов. Одно из частых осложнений это онемение, нарушение чувствительности и оно достаточно сложно переносится пациентами, когда они имеют руки, нет чувствительности и нет возможности что-то нормально делать руками. Соответственно, вот Химохим в этом случае помогает достаточно быстро и очень эффективно. Кроме того, предотвращает, собственно, заболевания суставов, боли позвоночники снимает, поддерживает сердечно-сосудистую систему, что еще снижает уровень сахара и, соответственно, уменьшает потребность населения при сахарном диабете. Очень хорошо восстанавливает организм после операции и после перенесенного ковида, потому что ковид это вирус очень нейротоксичный и поскольку вот мы говорили о том, что сюда входят такие потрясающие компоненты, которые защищают нашу нервную систему, то, соответственно, вот всем людям, перенесшим вирусную инфекцию, зловредную, можно рекомендовать смело ковид. У меня доктора, врачи, несколько врачебных прям семей восстановились на химохиме после перенесенного вируса и после пневмонии достаточно быстро и очень, ну, получили такой хороший эффект. Пациенты после химиотерапии, после лучевой терапии, собственно, вот женщины в менопаузе, у которых есть бессонница, нарушение настроения, какие-то эмоциональные перепады, вот им всем показан химохим, ну, и плюс есть исследование о том, что люди, принимающие химохим достаточно продолжительное время, они выглядят моложе своих сверстников, и кожа, и волосы, и ногти, и зубы остаются, в общем-то, на месте, поэтому действительно всем, кто за 45, я считаю, что вот химохим это просто настоящая находка, потому что его можно рекомендовать вот как раз в программу активного долголетия всем нам перевалившим возраст 45. Такие же, ну, не буду, наверное, задерживать больше ваше внимание, собственно, понятно, что какие заболевания вытекают из того перечня эффектов, которые дает химохим, ну, при чем он помогает? После инсультов, инфарктов, пневмонии, опять же, вируса, сахарный диабет, гипертония, онкология, заболевания суставов, псориаз, дерматит, аллергии, бесплодие, менопауза, ну, вот посмотрите, весь практически спектр, я говорю, от макушки до пяток, какой орган или систему не возьми, химохим оказывает положительное действие, и спектр этих терапевтических эффектов, он очень-очень широкий, меня химохим просто вдохновляет, я с удовольствием говорю, рассказываю, прям пою о духе химохимы. Конечно же, есть противопоказания, это беременность, это кровное вскармливание, это индивидуальная непереносимость компонентов, поскольку компонентов в химохиме гораздо больше, чем три, они все растительного происхождения, понятно, что здесь может быть какая-то индивидуальная непереносимость. Это детки младше 6 лет, это женщинам с нарушением свертывающей системы, конечно, хотелось бы, чтобы была консультация врача проведена, но, вот и все из противопоказаний. Спасибо вам за внимание, если есть какие-то вопросы, я на них отвечу, если нет, то тогда с удовольствием была рада с вами, хоть и заочно, но повидаться, повстречаться. Передаю любимому Казахстану, Тады Кургану, привет, и буду думать, что до новых каких-то еще интересных, может быть, офлайн-встреч. Добрый день, меня зовут Чун Сун, я бриллиантовый мастер в команде Валхай, сегодня я вам расскажу о своей жизни и сценарии. Вы тоже, наверное, уже заполняете жизнь и сценарий вот такой. Так, я уже почти два года каждый месяц заполняю свои жизни и сценарии. Почему я заполняю жизнь и сценарий каждый месяц? Я даже еще больше чаще я заполняю. Почему? Потому что первая причина это все успешные люди рекомендуют заполнять жизнью сценарии. Чтобы я стала успешными в АТОМе, я слушаю, я думаю, что должна слушать и следить за ними успешными. Когда я слушаю их, дублитирую их, тогда я тоже стану как успешными. вот вторая причина мечтать очень весело, мечтать не вредно. Когда я работала раньше на наемной работе, я ни разу не мечтала о будущих. Это не смогла, даже там на работе не дает мечтать. Просто каждое утро не хочется на работу ходить, ехать. а сейчас мечтаю каждый раз, каждый момент. Это сколько мне дает энергии, вы представляете. Я со сыном разговариваю, с мамой, с семьей, каждый день разговариваю о будущем. Я один пример, я иногда сыну говорю, когда мама стану богатым, я тебе покупаю то, что ты хочешь. Тогда он так с ребенком всегда очень интересно об этом рассказать. отвечает, что я хочу настоящий канзилак. Я это тоже как мистер Па, я тоже скажу как мистер Паканги, несколько лет и потерпи, все равно ты пока не можешь водить машину. Поэтому я так скажу. Еще я с мамой тоже скажу, мама, вас есть мечта, какая у вас мечта. У нее есть реально очень хорошая огромная мечта. У нее мечта это путешествовать по всему миру. Я ей тоже так скажу, когда я уезжаю в семинар, я всегда тебя возьму. Ты со мной будешь путешествовать по артаме. и наш мистер лим тоже сказал, что до пандемии он каждый месяц почти половина месяца путешествовать по артаме. так у нас каждый день очень вышло. Это денег не стоит, вы тоже мечтаете. и неважно мечта завоевать или нет, из-за того, что мечтать у вас будет другой, по-другому вы будете посмотреть мир. Тогда это приведет вас к поиску пути. Как мистер Пакангер сказал, я заполняю о жизни сценарий каждый месяц и сейчас всем объявляю своей жизни сценарий. посмотрите из 8 8 входите. У меня первый сайт дом. Скорее всего, у меня мама скорее приезжает уже скоро. Первый пункт это у меня сайт дом. Когда она приезжает, я хочу ей подарить однушку, где я живу, в районе, где я живу, квартира в первом этаже. А второе у меня водительские права. я буду приобретать водительские права. Я пока не умею. третье благотворительность. Уже команда ВАХА этим занимается. Просто еще нам надо продолжать. Четвертая тача. У меня мечта. Я хочу покупать тачу, где уже я уже в каком районе. Как сколько стоит. фото есть. Представляете, у меня все есть. И вот. Пятый. Мой бизнес за Томи. Тоже, конечно, конкретно я структуру даже рисовала. Каждый день смотрю. Для того, чтобы у меня такой, сколько лидеров у меня в структуре было, что я должна делать. Я каждый день смотрю. Конечно, я пытаюсь. Далее родители. Я больше хочу родителям хорошо обеспечивать. Следующее путешествие. Это путешествие, конечно, я хочу путешествовать по артуму с мамой, со сыном. Дальше у меня недавно другой такой тем появилась. Сама саморазвитие. Когда я стану мастером шавынской розы, я начну учаться английский язык. Я тоже европу хочу. Хочу развиваться структуру. Так все. тогда я очень много мотивирующих слова. У меня везде написано. Еще это малого плата у меня. я тут каждый день. Пока я запомнила 37 желаний. Должен буду до 100 желаний будет. Казы мелькие мелькие. Большой мечты нету. Казы маленькие изучать плавание и так далее. Маши купить машину и сыну подарить собачку такой мелькие желания будут стараться понять. все. Спасибо вам, что меня слушали. На этом все. Спасибо. 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 Здесь вопрос задают. Скажите, как принимать махин, сколько пакетиков здесь? если вы ни разу еще не сталкивались с этим средством, то начните с одного пакетика. Лучше его принимать утром и после еды. Поскольку он обладает жемчугонным действием, то есть два варианта. Либо на кощак, либо после еды. Начните после еды по одному пакетику. Если почувствуете, что хорошо заходит этот пакетик, можно принимать два утром и в обед? Были еще пакетики? Нет, все. Можно маленький вопрос Ирине Цой? Да, конечно. Дина, вот у меня один партнер спрашивает, она говорит, вот ей нужно привести в норму состав крови своей. У нее там что-то, видимо, сбой какой-то. Можно вот что ей сказать по поводу наверное химохим в первую очередь, да? Жена, надо знать какой сбой, потому что главное правило при назначении любого лекарственного средства или ВАДа не навреди, поскольку каждое вещество может быть как вредным, так и полезным, здесь нужно понимать, что за сбой. Конечно, хотел бы дуально, да? Понятно, спасибо. консультация и хотя бы общий анализ крови, но вот самое самое простое. Хорошо, спасибо большое. Еще вопросы есть? Если вопросов нет, думаю, что наш сегодняшний векенат можно считать закрытым. И я думаю, у нас получилось все провести. спасибо всем спикерам. Вам спасибо большое. Отдельно спасибо Елене Нургуль за организацию семинара совместного. давайте будем встречаться чаще. организовывать, было очень интересно, всем желаю успехов в Батуме, и знаю, раз вы сегодня здесь с нами, значит, все у нас с вами получится. стремитесь к лучшему, скажем, не останавливайтесь. Самое важное в Атуме не остановиться. Все, с вами была команда Баллхайп. Всем пока. Хай, хай, благодарю всех. Спасибо большое. Спасибо. 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 Здравствуйте. 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 Здравствуйте.